Сильного удара, его ноги подкосились, и он снова сел на каменный стул. У меня не было времени проинформировать всех вас. Давайте выпьем за членов секты Ланг-Я, это нужно отпраздновать. Фан Юань улыбнулся и поднял чашу с вином. Волосатые губи смертные отреагировали, выражая радость. У нашей секты Ланг-Я теперь тоже есть боевая сила 8-го ранга. Старейшина Фан Юань, вы действительно непостижимы, просто удивительны. Старейшина Фан Юань, это была моя ошибка в предыдущем инциденте, у меня были глаза, но я не смог распознать гору Тянь-Ти. Все волосатые губи смертные посмотрели на него с выражением одобрения. Это был престиж боевой силы 8-го ранга. Шестой волос тоже с улыбкой поднял свою чашу с вином, но внутри у него от гнева хлынула кровь. Фан Юань посмотрел на него и улыбнулся. Старейшина Шестой волос, почему у тебя дрожат руки? Шестой волос улыбнулся ему, он действительно был шпионом, который скрывался в течение многих лет. Его выражение лица не показывало никаких недостатков, просто его голос стал немного хриплым. Это потому, что я очень рад за вас, старейшина Фан Юань, и за секту Ланг-Я. Я радуюсь, снег сходил медленно и тихо. Ветра не было. Ряд заснеженных горных вершин образовывал хребет. Пара прижималась друг к другу окна, глядя на заснеженный пейзаж. В комнате царила теплая атмосфера. Жена была опрятна и изящна, в ее волосах уже начал проступать седой цвет. Она оперлась на руку мужа и с ностальгией проговорила. Давно я так безмятежно не любовалась снежным пейзажем вместе с тобой. Ее муж уже выглядел постаревшим, но был в добром здравии. Он утешительно похлопал жену по руке своей старческой рукой и медленно проговорил. Я бы хотел всегда оставаться с тобой и смотреть, как тихо падают снежинки. Ты все еще помнишь время нашей первой встречи? Его жена захихикала, радостные воспоминания, казалось, всплыло перед ее глазами. Это тоже был снежный день, ты был еще вспыльчив, хотел стать сильнее и сильнее. Я хотел стать сильнее, разве не для того, чтобы стать достойным тебя? Тогда ты сказала, что выйдешь за меня замуж, когда я достигну восьмого ранга. Хе-хе. Старик рассмеялся, в его смехе было и лукавство, и гордость. Однако улыбка его жены слегка уменьшилась, и она нахмурила брови. По правде говоря, я немного жалею об этом. Я бы предпочла, чтобы твой уровень развития был немного ниже. Чтобы стать твоим мужем, как я могу иметь более низкий уровень культивирования. Будь уверена, пока мы усовершенствуем удачу конкурирующую с небесами бессмертный гу, я уверен в прохождении этой мириады испытаний, тогда наше будущее будет безграничным, как море и небо, и я смогу остаться с тобой навсегда. Как только он это сказал, взгляд старика медленно стал острее, открывая необычайно мощную ауру. Его аура переходила от слабой к сильной, постоянно усиливаясь. Со временем она вытекла наружу, заставив окружающие снежинки перестать падать и парить перед ним. Его жена медленно отошла от него, спокойно глядя на снежный пейзаж, в ее глазах появилась твердая воля. Давайте начнем. Спустя долгое время старик заговорил, нарушив тишину. Его жена ответила только одним словом, хорошо, старый предок Сюеху и леди Ван Шоу начали усовершенствовать удачу конкурирующую с небесами бессмертного гу. В этот день из благословенной земли снежной горы в небо вырвались великолепные огни, которые невозможно было скрыть или спрятать. Мир гу бессмертных северных равнин еще не успел оправиться от потрясения, вызванного уничтожением племени Хэй, но теперь он снова переживал потрясение. Старый предок Сюеху приступил к усовершенствованию гу восьмого ранга удачи конкурирующей с небесами гу. Эта новость была подобна вихрю, охватившему весь мир гу бессмертных северной равнины. Небесный грот Фэнсянь, такое грандиозное шоу, как будто он боится, что другие не придут, чтобы разрушить его план. Но это действительно стиль старого Сюеху. Принц Фэнсянь равнодушно усмехнулся, услышав эту новость. Господин, если мы позволим старому предку Сюеху успешно усовершенствовать бессмертного гу восьмого ранга, боюсь он станет намного сильнее. Гу бессмертный Юлань говорил рядом с принцем Фэнсяним. Даже если он не обладает удачей конкурирующей с небесами гу, он все равно является экспертом номер один на северной равнине. Наша текущая задача – захватить Фан Юяня. Мы уже получили новости с той стороны. Небесный суд вычислил и подтвердил, что Фан Юянь находится в северной равнине. Принц Фэнсянь рассмеялся, его глаза сияли холодным светом. Его ненависть к Фан Юяню была глубока. Причина – первоначальная задача принца Фэнсяня заключалась в том, чтобы проникнуть в здание 88 истинных ян. Но грандиозный план был разрушен Фан Юяним, в результате чего долгие годы ожидания пошли на смарку. Разве он мог не испытывать ненависти? Небесный грот Байцзу. Старый предок Сюиху столько лет возился и наконец решил действовать. Небесный владыка Байцзу пробормотал, затем покачал головой. После той битвы со старым предком Сюиху небесный владыка Байцзу стал еще лучше понимать силу другой стороны. Один я абсолютно не противник старому предку Сюиху. Кроме того, разрушив его план усовершенствования, я стану его непримиримым врагом. Но сейчас я основал племя Байцзу, это результат многолетнего планирования и тяжелой работы, я не могу сделать шаг легкомысленно. Если только Яхуан и некоторые другие люди не хотят сделать шаг, пока они не показали никаких признаков, я должен сосредоточиться на вторжении в небесный грот Хэйфан. Небесный грот Яхуана. Перед Яхуаном парил большой котел. Он был сделан из котла силы бессмертного Гу. Внутри котла находилось бесчисленное множество бессмертных материалов, а пылающий огонь под ним постоянно переплавлял эти бессмертные материалы в жидкости сплавлял их. Когда он услышал новость об усовершенствовании Гу старым предком Сюиху, огонь нагревающий котел задрожал. Яхуан вздохнул и пробормотал про себя. Сражаться со старым Сюиху неразумно. Вместо этого мне нужно сосредоточиться на усовершенствовании этого воскрешения из мертвых бессмертного Гу, и я стану обладателем бессмертного Гу восьмого ранга, а также решу проблему продолжительности жизни. Небеса долголетия. Посмотрите на эти огни, взмывающие в небо Хэймф. Старый предок Сюиху действительно начал усовершенствовать удачу конкурирующую с небесами Гу. Даже если он Гу бессмертный восьмого ранга, он слишком дерзок, чтобы осмелиться жаждать бессмертного Гу преподобного бессмертного гигантское солнце. Небеса долголетия были небесным гротом преподобного бессмертного гигантское солнце. Гу бессмертные, которые жили внутри, были потомками преподобного бессмертного гигантское солнце самой близкой кровной связью с ним. Естественно, они не хотели, чтобы удача, конкурирующая с небесами Гу, попала в руки постороннего человека. Однако, они не могли сделать шаг, из-за одного человека, гроссмейстера Пяти Элементов. Старейшина Фан Юань, пожалуйста, входите, это священная земля нашего племени, алтарь Матери-Земли. Шичен с уважением проводил Фан Юаня. Этот каменный Гу Бессмертный был только шестого ранга, но он управлял бессмертным убийственным ходом поля битвы, боевой марионеткой Серого Облака. Он явно был персонажем, представляющим следующие поколения каменных людей. Вместе с ним шла женщина Гу Бессмертная шестого ранга из племени Снежных Людей Сюэр. С момента банкета прошло уже несколько дней. Союзные племена Снежных Людей и Каменных Людей, живущие здесь, относились к Фан Юаню и волосатым Гу Бессмертным с величайшим радушием. Согласно распоряжению Духа Земли Ланг Я, Шестой Волос и остальные отвечали за переговоры о сотрудничестве и союзе между обеими сторонами. Что касается Фан Юаня, то его сопровождали для осмотра окрестностей и пейзажей, знакомясь с образом жизни этих вариантных людей. За эти несколько дней Фан Юань глубоко прозрел. Эти Снежные Люди и Каменные Люди жили в укрытии под Северной Ледяной Равниной, но они были наполнены осознанием кризиса и были чрезвычайно строги в воспитании своих последующих поколений, почти до жестокости. Это привело к тому, что из поколения в поколение рождались могущественные вариантные Гу Бессмертные. По сравнению с ними Гу Бессмертные Небесного Грота и Фань представляли собой очень яркий контраст. «Старейшина Фан Юань, разве ты не спрашивал меня вчера, почему под Северной Ледяной Равниной есть такая земля и почва? Ты узнаешь, когда войдешь?» Сюэр хихикнула. «Хорошо». Фан Юань кивнул, испытывая некоторое любопытство. Когда он вошел в алтарь Матери-Земли и увидел две статуи, установленные в центре, он застыл на месте. Это. Он был потрясен. Потому что он увидел человеческую бессмертную женщину, обнимающую за руку каменного Гу Бессмертного. Они смотрели вдаль с блаженным выражением лица, как будто прожили вместе очаровательную жизнь. Это двадцать седьмой, первый верховный старейшина моего племени Шиму, а рядом с ним, его жена, самая уважаемая в моем племени леди Мать-Земли. Конечно, как вы можете видеть, леди Мать-Земли, человек Гу Бессмертный, представил Шичин. Это было несколько немыслимо. Человеческая бессмертная женщина влюбилась в каменного Гу Бессмертного, и была закреплена и уважаема последующими поколениями каменных людей до такой степени. Сюэр продолжила. Леди Мать-Земли была доброй и благосклонной, ее любовь превосходила расу. Она была глубоко опечалена тем, что у племени каменных людей не было земли для выживания, и вскоре после смерти владыки Шиму она тоже умерла по собственному желанию, чтобы быть со своей любовью. Ради последующих поколений ее знаки Даа и Благословенная Земля превратились в эту подземную землю, позволяя каменным людям иметь основу для выживания. Фан Юань твердо уставился на статуи этой поры. Его разум бешено метался, потому что эта Мать-Земли, которую уважали и почитали каменные люди и снежные люди, была ему знакома. Естественно, они с Матерью Земли не были людьми одного периода времени, и обычно между ними не было бы никакой связи. Причина, по которой Фан Юань смог узнать Мать-Земли, заключалась в том, что он обыскал душу Хэйчина, потому что Матерь Земли была пропавшей Хэйфэн Юэ из племени Хэй, самой любимой внучкой старого предка Хэйфэна. Кто бы мог подумать, что Хэйфэн Юэ исчезла из-за того, что скрывала свою личность. Она влюбилась в каменного Гу Бессмертного, это определенно не было бы принято племенем, и тем более не было бы принято человеческими Гу Бессмертными на Северной Равнине. Что касается того, почему она влюбилась и осталась с каменным Гу Бессмертным, то здесь определенно должна была быть какая-то скрытая история. Фан Юань не высказал ничего, но внутренне вздохнул. Независимо от того, какой была правда о прошлом, он не собирался ее раскапывать. У каждого человека была своя жизнь, которую он должен был прожить свои любимые и ненавистные враги. Ведь так, Север тайно наблюдала за Фан Юанем, и увидев, что Фан Юань не выражает ни отвращения, ни гнева, ее сердце обрадовалось. Она ошарашенно посмотрела на статуй Шиму и Матери-Земли и сказала, не стану скрывать от старейшины Фан Юаня, с моей точки зрения, любовь не имеет границ, будь то каменные люди или люди, и те, и другие имеют возможность существовать вместе и право любить друг друга. Фан Юань стал рассеянным, в его глазах мелькнула прекрасная белая фигура, но вскоре она исчезла. 500 лет моей первой жизни, его взгляд стал глубоким и безмятежным. Теперь он немного понял, почему эта группа снежных и каменных людей так легко приняла его, узнав, что Фан Юань был на той же стороне. С определенной точки зрения, можно считать, что Фан Юань также получил помощь Матери-Земли. На самом деле, нас вынудила ситуация, чтобы сражаться со старейшиной Фан Юанем. Старейшина Фан Юань также должен четко понимать, как образовалась Северная Ледяная Равнина. Раньше это была чистая Ледяная Земля, только благодаря глубоким методам Леди-Матери-Земли, эта область начала собирать земную ци и сформировала эту почву. Шичен серьезно продолжил. Однако, когда Гу Бессмертный сталкивается со своими испытаниями на Северной Ледяной Равнине, он втягивает и потребляет небесную и земную ци. Каждый раз, когда земная ци ослабевает, Северная Ледяная Равнина становится более нестабильной, и земля, на которой мы можем жить, уменьшается в площади. Фан Юань кивнул, он уже знал об этой причине во время банкета, теперь его понимание стало еще глубже. «Это моя вина. Если бы я знал это раньше, то не подвергся бы бедствию на Северной Ледяной Равнине», искренне сказал Фан Юань. «Лица Шичина и Север просветлели. Если недоразумения могут быть решены, то это к лучшему», сказал Шичин. «В это время выражение лица Шичина изменилось. Вскоре после этого изменилось и выражение лица Север. Что случилось?» быстро спросил Фан Юань. «С благословенной земли Снежной горы в небо взмывают огни, по нашей информации, старый предок Сюэху начал усовершенствование удачи конкурирующей с небесами Гу». Шичин говорил тяжелым тоном. «Любой человек, становящийся сильнее, был печальной новостью для вариантных людей». Взгляд Сюэр переместился на Фан Юаня. «Старейшина Фан Юань, вы использовали цикаду весны и осени для возрождения и являетесь потусторонним демоном, вы даже разрушили здание 88 истинных ян своими собственными руками. Я хотела бы спросить, удастся ли старому предку Сюэху в будущем усовершенствовать удачу конкурирующую с небесами Гу. Гу прошло несколько дней с тех пор, как волосатые Гу бессмертных из секты Лангья вступили в контакт и начали общаться с этой группой снежных и каменных людей. Чем больше они говорили, тем больше находили общих тем между собой. Это было обусловлено внешними факторами. Человеческие силы были несравнимо большими, в то время как вариантные человеческие племена могли лишь едва выживать в изолированных частях мира, таких как это место. Естественно, они были склонны к союзу, хотя Шестой Волос был шпионом, внедренным сектой Теней в секту Лангья, он не противился союзу двух сторон, а даже упорно работал на него. С одной стороны, Шестой Волос прекрасно понимал, что в одиночку он не сможет заставить две стороны враждовать друг с другом. С другой стороны, Шестой Волос использовал этот шанс, чтобы продемонстрировать свои навыки и получить больше очков вклада, что позволило духу Земли Лангья больше доверять ему и повысить свой статус. Наконец, цель Секты Теней была целью спектральной души. Хотя преподобный демон умер, его стремления уже вышли за пределы расы. Обе стороны обсуждали, каждая из них все больше узнавала о другой. Шестой Волос даже продал почти все сведения о Фан Юяне, чтобы получить больше доверия от другой стороны. Таким образом, снежные люди и каменные люди знали, насколько особенным был статус Фан Юяня. Фан Юянь когда-то обладал цикадой весны и осени и был человеком, который переродился. Он также был потусторонним демоном, пришедшим из чужого мира. Он также был главным виновником разрушения здания 88 истинных Ян и благословенных земель императорского двора. Стоит отметить, что последний пункт заставил вариантных Гу бессмертных почувствовать себя еще ближе к Фан Юяню. Фан Юяню ничтожил здание 88 истинных Ян, значительно ослабив человеческие силы Северной Равнины, что было чрезвычайно хорошо для вариантных человеческих сил. Они были так рады, что в прошлом, когда они услышали о разрушении здания 88 истинных Ян, эта союзная группа снежных и каменных людей даже устроила банкет на три дня и три ночи. Внутри алтаря Матери-Земли, услышав вопрос Севера будущим, Фан Юяня ответил с горькой улыбкой, уже заранее подготовившись. «Хотя у меня была цикада весны и осени, я уже потерял этот мистический Гу. После моего перерождения в мире произошло много изменений. Вы также знаете, что из-за меня разрушилось здание 88 истинных Ян, верно? Да, старейшина Фан Юянь, вы действительно удивительны», — сказала Север с яркими глазами. «Я также испытываю к вам крайнее восхищение по этому поводу», — Шичен также добавил. Фан Юянь потер нос и вздохнул. «Я человек, который был перерожден и знал некоторые секреты. Хотя я не принадлежу к роду Хуан Цзинь, я участвовал в борьбе за императорский двор, чтобы получить некоторые преимущества от здания 88 истинных Ян. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы посещать его раз за разом и получать бесконечные преимущества. Но планы не могут идти в ногу с изменениями, произошли некоторые несчастные случаи, и я мог только приспосабливаться к обстоятельствам, что в итоге привело к краху здания 88 истинных Ян». Север и Шичен радостно улыбнулись. Шичен сказал, «Слова старейшины Фан Юяня имеют смысл». Фан Юянь беспомощно покачал головой. «Кто хочет, чтобы его преследовали все губи смертные мира? Это действительно случайность». Север улыбнулась. «Как я вижу, старейшина Фан Юянь, вы прирожденный герой. Хотя вы случайно разрушили здание 88 истинных Ян, если бы это был кто-то другой, смог бы он это сделать? Из-за этого у меня не было выбора, кроме как спрятаться в благословенной земле Ланг Я. Позже все изменилось, и я присоединился к секте Ланг Я. Живя там, я постепенно обнаружил, что черты вариантных людей на самом деле не слабее человеческих. Их искренность, доверие, преданность и так далее намного превосходят людей, которые всегда пытаются обмануть друг друга. Хотя пять регионов огромны, пространство выживания вариантных людей сокращается с каждым днем. Это неправильно. Небесная воля позволяет всем живым существам существовать, и вариантные люди и люди должны сосуществовать. На лице Фан Юяня не было ни малейшего стыда, когда он говорил это. Он даже заговорил о небесной воле, которая всеми возможными способами пыталась его уничтожить. У Фан Юяня было искреннее выражение лица, настолько яркое, что оно не могло быть более реалистичным. У Сюер даже покраснели глаза от этих слов. Ши Чен был чрезвычайно тронут. Если бы другие человеческие губи смертные были такими же понимающими и знающими, как господин Фан Юяня, мир стал бы намного лучше. Своими словами он уже возвел Фан Юяня из старейшины в господина, даже разговаривая с ним уважительно. И действительно, слова Фан Юяня были чрезвычайно политкорректны для вариантных людей, вызывая резонанс и одобрение в их умах. Но старейшина Фан Юяня, вы еще не ответили на мой вопрос. Сюер была умна, и ее нелегко было обмануть. Я как раз к этому шел. Фан Юяня кашлянул. Разрушение здания 88 истинных ян не было моим намерением. На самом деле, до моего перерождения оно никогда не разрушалось. Ах, так и есть. Сюер и Ши Чен посмотрели друг на друга. Ситуация на северных равнинах слишком сильно изменилась из-за меня. Здание 88 истинных ян было разрушено. Махун Юнь был похищен. А его удача, конкурирующая с небесами Гу Гу, была раскрыта так быстро, что его купил старый предок Сюеху. До моего перерождения не было случая, чтобы старый предок Сюеху пытался усовершенствовать удачу, конкурирующую с небесами Гу. Добавил Фан Юяня. Все эти слова были правдой. Сюер и Ши Чен решили поверить им. Первая слегка поджала губы. Тогда не значит ли это, что трудно вычислить результат? Если мы действительно позволим старому предку Сюеху усовершенствовать удачу, конкурирующую с небесами Гу, сила Гу Бессмертных Северных Равнин поднимется еще на один уровень. Мысли Фан Юяня перевернулись, и он спросил. Может ли быть так, что вы хотите остановить это? Ему ничего не оставалось, как признать, что эта союзная группа снежных и каменных людей имела силу вмешаться в это дело. Поскольку у них был незапамятный каменный дракон, это была настоящая боевая сила восьмого ранга. Более того, это было существо, с которым было очень трудно иметь дело среди боевых сил восьмого ранга. Могущество незапамятного каменного дракона было записано и подчеркнуто в исторических записях. Конечно, нет. Шичен покачал головой. Мы совершенно не можем вмешиваться в это. Да, мы жили здесь мирно. Зачем нам выставлять себя на показ и обижать эксперта восьмого ранга? Более того, этот эксперт восьмого ранга контролирует благословенную землю Снежной горы. Под его началом большое количество экспертов демонического пути. Север тоже покачала головой. Они прекрасно понимали ситуацию. Даже если бы они захватили удачу, конкурирующую с небесами Гу, для собственного использования, они бы разоблачили себя и привлекли совместное преследование всего мира Гу бессмертных Северной равнины. Все человеческие силы ринутся сюда, и в это время, забыв об удаче, конкурирующей с небесами Гу, даже если бы там было еще несколько незапамятных каменных драконов, они не смогли бы остановить людей. Фан Юань кивнул и ничего не сказал, внутренне размышляя. Эти вариантные люди действительно необычные, я видел всех вариантных Гу бессмертных за эти дни, каждая из них элита. Будь то их боевая сила или предвидение, они выдающиеся в том и другом. Даже среди Гу бессмертных Северных равнин они были бы превосходны. По сравнению с ними Гу бессмертные Небесного грота Хэйфань были бы далеко позади. К счастью, у меня с собой была боевая сила 8 ранга, что с того, что он был потусторонним демоном, что с того, что у него была цикада весны и осени, и он был перерожденным человеком. Эти статусы и секреты были полезны, когда они были сложены в основу его боевой силы 8 ранга, и были частью величественного ореола, а не источником проблем. Когда человек обладает огромной силой, кто осмелится искать неприятности? Боевая сила 8 ранга. Одним движением пальца они могли раздавить других, как муравьев. Поэтому снежные и каменные люди не только не осмелились затевать драку с Фан Юяним, но и заняли сердечную позицию, пытаясь заманить его в свои сети. Любой боец 8 ранга представлял достаточную ценность для других. В отсутствии 9 ранга, 8 ранг был главенствующим. Это уже был один из пиков боевой мощи в мире. На самом деле, вся ситуация и структура Северной равнины – это результат того, что губи смертные 8 ранга конфликтуют друг с другом. Политика мира, где есть люди с большой силой, всегда диктуется сильнейшими людьми. Фан Юян хорошо знал об этом. Но если они узнают, что мой небесный орел верхнего предела уже мертв, интересно, какое выражение лица будет у этих людей. Фан Юяню стало немного смешно, когда он подумал об этом. Он насильно ускорил рост небесного орла верхнего предела, используя убийственные ходы пути времени, но из-за недостаточного количества небесных кристаллов он был на грани смерти от голода. Тогда он использовал методы пути крови, чтобы поднять его жизненную силу, когда он выпустил его и успешно потряс вариантных бессмертных. Опираясь на свои уловки и обман, он смог выжить и изменить ситуацию. Однако небесный орел верхнего предела был подобен последнему сиянию заходящего солнца. После того, как Фан Юянь поместил его в бессмертную апертуру, он умер практически в следующие мгновения. Незапамятный опустошающий зверь, умирающий от голода, эта жизнь небесного орла верхнего предела была действительно несколько удручающей, но в следующей жизни этого может и не произойти. Удивительная особенность небесного орла верхнего предела заключалась в том, что после смерти он производил на свет яйцо. Когда яйцо вылуплялось, он снова возрождался. Правда, Фан Юянь лишился небесного орла верхнего предела, но зато он получил яйцо небесного орла верхнего предела, а также гигантский труп незапамятного опустошающего зверя. Он мог полностью принять этот результат, потому что, прежде всего, Фан Юянь не был удовлетворен этим небесным орлом верхнего предела. Ему пришлось маскироваться под человека из племени Хэй, чтобы командовать им. Во-вторых, после насильственного выращивания небесного орла верхнего предела появилось множество недостатков. С боевой силой восьмого ранга, как такое великое существо могло позволить Фан Юяню, Гу бессмертному шестого ранга, управлять им. Не говоря уже о том, что небесный орел верхнего предела был чрезвычайно гордым зверем. Небесный орел верхнего предела не стал бы слушаться, если бы его насильно вырастили в боевую силу восьмого ранга, и даже существовала огромная вероятность того, что он взбунтуется и обратится против Фан Юяня из-за своей сильной гордости. В результате, смерть небесного орла верхнего предела не была плохой новостью для Фан Юяня. Что касается нового яйца, то Фан Юянь мог использовать содержимое истинного наследства Хэйфона, чтобы изменить его, подделать его воспоминания и так далее, чтобы, когда оно вылупится, оно напрямую подчинялось Фан Юяню. Старый предок Сюиху открыто усовершенствовал удачу конкурирующую с небесами Гу, и свет формации Гу пути усовершенствования даже поднялся до небес, ярко сияя семь дней и семь ночей, прежде чем постепенно рассеяться. Это вызвало сильное волнение во всем мире Гу Бессмертных Северной Равнины. Однако, после потрясения мир Гу Бессмертных Северной Равнины странным образом затих. Это было связано с тем, что небесный владыка Байцзу, Яхуан, Гроссмейстер Пяти Элементов и принц Фэн Сянь еще не ответили. Если бы эти Гу Бессмертные 8-го ранга не заговорили, то даже если бы остальные Гу 6-го и 7-го ранга закричали, это было бы бесполезно. За последние несколько тысяч лет в пяти регионах только Фэн Цзюг мог сразиться с существом 8-го ранга с культивацией 7-го ранга. Старый предок Сюиху поступал необузданно и тиранически, но надо сказать, что у него были не только мускулы, но и мозги, раз он выбрал такой удобный момент. Эта группа вариантных людей под Северной Ледяной Равниной также предпочла наблюдать в стороне. Что касается самого Фэн Юэня, то он и не думал участвовать в этом деле. Это дело было слишком важным, оно касалось великого эксперта 8-го ранга старого предка Сюиху, хотя Фэн Юэнь сейчас был сильнее, чем раньше, но если он вмешается в это дело, то легко превратиться в кашу. Прошло три дня, под землей Ледяной Равнины, алтарь Матери-Земли, четыре палочки благовоний были зажжены, дым поднимался в воздух, губи смертные стояли по бокам с торжественными выражениями, четыре лагеря четко различались, среди них был и Фэн Юэнь, а рядом с ним, волосатые губи смертные из секты Лангья, раздался мелодичный звон горна, а затем загрохотали барабаны. Шицзун сделал большой шаг вперед под звуки барабанов и громко сказал, «Я, губи смертный Шицзун из племени каменных людей, готов присоединиться к союзу четырех рас, с сегодняшнего дня четыре расы будут объединены, мы будем делить удачу и горе вместе». Затем он активировал свою бессмертную сущность, вызвав некоторые изменения в алтаре Матери-Земли. Дым, закручивающийся в воздухе, устремился к Шицзуну, и после дюжины вдохов он полностью влился в тело Шицзуна. Добавление знаков до пути информации, похоже, это древний метод, внутренне размышлял Фан Юань. Первоначально волосатые люди обсуждали возможность союза с союзной группой племен снежных людей и каменных людей. Но дело пошло неожиданно гладко, так как обе стороны все больше соглашались с союзом. Сторона волосатых людей даже взяла на себя инициативу и предложила привлечь к союзу и город чернильных людей. После того как союзная группа снежных людей и каменных людей разобралась в деталях, они согласились. Длинноволосый предок и бессмертный Янь были известны в истории как закадычные друзья. Длинноволосый предок оставил после себя благословенную землю Лангья, а бессмертный Янь основал город чернильных людей. Таким образом, чернильные и волосатые люди из этих мест всегда поддерживали тесные отношения. Поскольку сторона волосатых людей поручилась за чернильных людей, союзные племена каменных людей и снежных людей также решили поверить им. В результате дискуссия между тремя сторонами превратилась в обсуждение вопросов, касающихся четырех различных вариантных человеческих рас. Наконец, три стороны пришли к консенсусу и решили заключить союз, вместе делить трудности и помогать друг другу впредь. Нынешняя сцена была результатом этого. Три стороны использовали древний метод пути информации, чтобы официально заключить союз. Гу бессмертные по очереди выходили вперед и принимали эффект знаков до пути информации. Таким образом, они стали членами альянса четырех раз. Прошло время, и Фан Юань постепенно понял некоторые механизмы. Это не похоже на ортодоксальный метод пути информации, но вместо этого используется путь земли, чтобы получить эффект пути информации. Прямо как мой бессмертный убийственный ход пути времени, сто год гармонии, сердце Фан Юаня заныло, когда он подумал об этом. Если в будущем он захочет нарушить соглашение о союзе, то это будет проблематично. Потому что было маловероятно, что он сможет решить эту проблему с помощью пути информации. Скорее всего, его нужно было решать с помощью методов пути земли. Старейшина Фан Юань, теперь твоя очередь. В это время двенадцатый волос мягко напомнил сбоку теплым тоном. Кстати говоря, с тех пор как вопрос сгончей падающей звезды был решен, и стало известно, что Фан Юань обрел незапамятного небесного орла верхнего предела, отношение волосатых Гу Бессмертных к Фан Юаню полностью изменилось, став почтительным, что разительно отличалось от прежнего. Фан Юань кивнул и, не раздумывая, прошел к выходу, и точно так же, как это сделал каменный человек Гу Бессмертный Шитзун, он позволил дыму благовоний запечатлеться на своем теле. Гу Бессмертные наблюдали за каждым его действием. Увидев, что он действительно присоединился к Альянсу, группа Бессмертных слегка расслабилась, отпустив еще один слой беспокойства. Улыбка Сюэр стала еще более милой. Они представить себе не могли, что Фан Юань уже думает, как нарушить ограничения союзного соглашения. Естественно, он не мог следовать целям и умонастроениям этих вариантных людей. Даже вступление в секту Ланг Я было сделано для того, чтобы удобнее было использовать силу благословенной земли Ланг Я. Также вступление в Альянс четырех раз было вызвано ситуацией, а также тем, что Фан Юаню было проще использовать силу Альянса, чтобы помочь в культивации. Чтобы я действительно был в одной фракции с вариантными людьми и противостоял людям, это невозможно. Люди имеют абсолютное господство, даже если эти четыре племени вариантных людей заключили союз, что они могут сделать. Однако эту силу также нельзя недооценивать. В моей первой жизни эти четыре группы действительно заключили союз. Мысли Фан Юаня начали дрейфовать, пока он размышлял. Он не знал ответа на этот вопрос. В своей первой жизни он был Гу Бессмертным шестого ранга. В вопросах, касающихся мира Гу Бессмертных Северной Равнины, он не имел достаточного понимания. Особенно в таких закулисных деталях, о которых даже Гу Бессмертные Северные Равнины могли не знать. Но я точно знаю, что в моей первой жизни не было никаких новостей об этих племенах снежных и каменных людей. Может быть, они были уничтожены, а может быть, они все еще жили, скрываясь от мира. Благословенная земля Лангья также не основала секту и была окончательно уничтожена Небесным Судом. Напротив, у племени чернильных людей дела шли на удивление хорошо. Размышляя об этом, Фан Юаню кратко взглянул на Мотаньсана. Этот человек имел только шестой ранг культивации и культивировал Путьцы. Путьцы имел гораздо более долгую историю, чем Путь Силы, но был таким же упадочным путем культивации Гу. Мотаньсан был средних лет, у него была черная кожа и густые белые волосы. Когда он не улыбался, то выглядел вполне достойно, а когда улыбался, то вызывал у людей ощущение большой близости. Этот человек также является грозным персонажем. Внутренне оценил Фан Юань. Он вспомнил, что во время хаотической войны пяти регионов этот Мотаньсан воспользовался отсутствием внимания к нему, так как человеческие племена были слишком заняты своими внутренними конфликтами и быстро развивался, значительно увеличивая силы чернильных людей. Когда человеческие силы Северной Равнины хотели подавить его, он фактически пренебрег своим достоинством короля и бросился в племя Лю. Он принял обряд слуги Верховного Старейшины племени Лю и стал его слугой. Племя Лю было одной из сверхсильных сил, поэтому силы чернильных людей были защищены. Силы чернильных людей стабильно росли под этим слоем защиты. Позже, когда племя Лю ослабло, король чернильных людей сразу же отказался от племени Лю, чтобы сотрудничать с Махун Юним на равных условиях. До самоподрыва Фан Юаньа чернильные люди имели сотни городов и занимали треть земель Северных Равнин. Если бы Фан Юань говорил о таких масштабах и силе, никто бы ему не поверил. В этом союзе четырех раз племя чернильных людей, несомненно, было самым слабым. Но в первой жизни Фан Юаньа именно чернильные люди процветали. Мо Тань Сань знал, когда нужно наступать, а когда уступать, он был духовной фигурой, олицетворяющей подъем племени чернильных людей. В то же время, это было связано и с внешними условиями. В хаотической войне пяти регионов весь порядок рухнул, возможности и риски были повсюду. Словно почувствовав взгляд Фан Юаньа, Мо Тань Сань обернулся, чтобы посмотреть на Фан Юаньа, и тут же улыбнулся, выражая искренность и доброту. Эта доброта была настолько глубокой и ясной, что когда он улыбался, то почти кланялся, даже создавалось ощущение некоторой лести. Фан Юань внутренне фыркнул, а внешне улыбнулся в ответ. Выражение лица Мо Тань Сана слегка изменилось, он почувствовал волнение от того, что его узнал важный человек. Если бы на его месте был кто-то другой, то он, вероятно, почувствовал бы в этот момент чувство превосходства и самодовольства. Поистине грозный. Актерское мастерство Фан Юяня выходило за рамки обычного, но Мо Тань Сан был наравне с ним. Мир велик, эксперты и таланты появляются каждое поколение, я не могу смотреть на этих чемпионов свысока. Внутренне напомнил себе Фан Юань, его разум оставался спокойным, без каких-либо колебаний. Ситуацию на северной равнине можно было описать как волну за волной. Буря, вызванная распадом племени Хэй и поглощением его племенем Байцзу, еще не улеглась. Старый предок Сюэху начал усовершенствовать удачу конкурирующую с небесами Гу, притягивая взгляды Гу бессмертных всего мира северных равнин. А за их спинами, в неизвестном уединенном месте, четыре вариантных человеческих расы, волосатые люди, снежные люди, каменные люди и чернильные люди, тихо заключили союз. Хотя вариантные люди были абсолютно в более слабом положении, на этот союз нельзя было смотреть свысока. Ведь он обладал боевой силой восьмого ранга незапамятного каменного дракона. Конечно, в сознании других членов Альянса также присутствовал небесный орел верхнего предела Фан Юэня. Фан Юэнь был вынужден присоединиться к ним. Но что заставило его чувствовать себя немного спокойнее, так это то, что среди этих четырех племен не было ни одного Гу бессмертного пути мудрости. После создания союза потеря Фан Юэня было очевидно. Отныне он не мог проходить испытания в Северной Ледяной Равнине. Это, несомненно, сильно повлияло бы на Фан Юэня. Но у него не было выбора. Прохождение испытания здесь означало потребление земной ци, что было самым большим ущербом для дома каменных людей. Именно поэтому каменные люди и снежные люди не поскупились на затраты, чтобы создать убийственный ход, боевую марионетку Серого Облака, чтобы убить Фан Юэня. Но кроме потерь у Фан Юэня были и приобретения. Он расчистил путь для торговли с племенами каменных и снежных людей, благодаря чему его месячный доход вышел на новый уровень. Если оставить в стороне снежных людей, то главное – это каменные люди. Их стремление к кишкам Гу было выше, чем у людей. Причина – это было очевидно, если вспомнить, как Фан Юэнь использовал кишки Гу, чтобы увеличить популяцию каменных людей на благословенной земле Бессмертной Ху. Кишки Гу были лучшим способом выращивания и развития племен каменных людей. Кроме того, Фан Юэнь продавал каменным людям, снежным людям и чернильным людям некоторые ресурсы, полученные из небесного грота Хэйфань, и получал огромные прибыли, заставляя Шестого Волоса волноваться и бушевать внутри. Прибыль Фан Юэня так велика. Что мне делать? Как сдержать его в будущем? Пришло время прощаться. Старейшина Фан Юэнь, вам действительно нужно уходить так скоро? Вы могли бы остаться еще на день или два? Сюэр попыталась убедить Фан Юэня остаться. Фан Юэнь покачал головой и с теплой улыбкой сказал, «Мы создали союз, это дело слишком важное, мне нужно лично вернуться и доложить духу земли Лангья, можете не сомневаться, я вернусь. Нас можно считать друзьями, обретенными в бою, и я очень люблю это место». Фан Юэня заинтересовали снежные гу бессмертного пути льда и бессмертные гу пути снега, а также их убийственные ходы. Они очень подходили ему. В конце концов, с точки зрения знаков даа, наибольшее количество в его теле в настоящее время составляли знаки даа пути льда и снега. Согласно отношениям между ним и племенем снежных людей в настоящее время, наряду с восьмым рангом боевой силы, он мог обменять бессмертного гу. Но Фан Юэнь не собирался отдавать ни одного из своих бессмертных гу, у него был лучший план. Например, когда-нибудь в будущем, когда определенный представитель вариантных гу бессмертных не сможет пройти испытания и потребует от него бессмертный убийственный ход пути времени, чтобы замедлить время в его бессмертном апертуре. В это время Фан Юэнь мог воспользоваться шансом и потребовать бессмертного гу. В прошлом Хэй Фань делал это много раз и получил большое количество бессмертных гу. Сюэр, естественно, не знала, что этот красивый молодой человек перед ней вынашивает злые намерения, а в голове у него полно планов. Она опустила голову, увидев, что Фан Юэнь собирается уходить, в ее глазах появилось нерешительное и напряженное выражение. Но вскоре в ее глазах появилось твердое намерение, она подняла голову и протянула Фан Юэню какой-то предмет. «Старейшина Фан Юэнь, примите это как мой прощальный подарок для вас». Сюэр старалась сохранять спокойствие, но ее голос все равно дрожал. Фан Юэнь взглянул на предмет. Это была капля ледяной слезы. Ледяные слезы не были бессмертным материалом, но все же были драгоценными, широко любимыми как гу-мастерами, так и гу-бессмертными. Ледяные слезы принадлежали снежным людям. Снежные люди выживали в ледяной среде. Обычно снежные люди не плачут и не смеются, поэтому их слезы были очень редки. Большинство снежных людей никогда в жизни не плакали от радости или боли, но если они проливали слезы, то они тут же сгущались в ледяные слезы. Снежные люди могли проливать слезы не более трех раз в жизни, и их количество не превышало 60 капель. Каждый раз, когда снежный человек проливал слезы, его продолжительность жизни и жизненная сила уменьшались на огромную величину. Если снежный человек проливал слишком много слез, он быстро старел, ускоряя свою смерть. Поэтому ледяные слезы тоже были редкостью. Сделки с ледяными слезами всегда процветали в сокровищнице желтого неба. Давным-давно Сюй Сон Цзы особенно активно торговал снежными людьми, поставляя их другим Гу бессмертным, чтобы те мучили их и получали ледяные слезы. Для человеческих Гу бессмертных ледяные слезы были драгоценным материалом для усовершенствования Гу. Но для снежных людей ледяные слезы имели другое значение. Это был знак любви. Именно так, снежные люди, эта раса имела мужской и женский пол, в отличие от каменных людей, которые были исключительно мужского пола. Во время брака снежные люди часто обменивались ледяными слезами. Это действие имело огромное значение для снежных людей. Это ледяная слеза. Глаза Фан Юяня засияли, он держал ее перед глазами и подробно рассматривал, не надо, не смотри на нее так, быстро опусти ее вниз. Голос Сюер был мягким и тревожным. В зале присутствовало много людей, и если бы они держали ледяную слезу вот так на виду у всех, их бы точно заметили. Конечно, в следующее мгновение Сюер услышала удивленные возгласы Гу бессмертных. Сюер быстро опустила голову, ее лицо покраснело от застенчивости. Она протянула ледяную слезу Фан Юяню, что было равносильно выражению ее любви. Хотя раньше она набиралась смелости, теперь, когда на нее смотрело столько людей, ей было очень-очень стыдно. Кстати говоря, я давно слышал об этом странном материале Гу, теперь я наконец-то вижу его воочию. Спасибо Сюер, этот дар очень хорош, может, мне стоит усовершенствовать его в какого-нибудь червягу, весело сказал Фан Юянь. Тело Сюер заметно задрожало. Фан Юянь закрыл на это глаза, продолжая. Но капля ледяной слезы, это еще слишком мало, было бы хорошо, если бы их было больше. Почему нет сделок с ледяными слезами? Это действительно прискорбно. Пока Сюер слушала, робкая краснота на ее лице уже рассеялась, сменившись бледной белизной. Ее голова опустилась еще ниже, зрение помутнело, так как в нем начали появляться слезы. Этот, этот дурак. Бин-Джуа не мог видеть продолжение, он внутренне выругался и подошел к ней. Другие вариантные губи смертные застыли на месте, не зная, что сказать. Сюер внезапно подняла голову, повернулась спиной к Фан Юяню и позвала Бин-Джуа. Брат Бин-Джуа. Бин-Джуа стиснул зубы, в его сердце поднялась сильная жалость, когда он увидел бледно-белые выражения лица Сюер. Он знал, что Сюер была застенчивой, и ей потребовалось много мужества, чтобы отдать ледяную слезу. Возможно, она также почувствовала импульсивное желание. Фан Юян не знал значения ледяной слезы, если он сейчас при всех раскритикует Фан Юяня, не поставит ли это Сюер в еще более неловкое положение. Думая об этом, Бин-Джуа мог только проглотить слова, которые были у него во рту, и сказать что-то еще. Старейшина Фан Юян, я много выиграл от сражения с вами, в следующий раз мы должны снова как следует помириться силами. Когда он упомянул о спарринге, он намеренно сделал свой голос более тяжелым, а также издал несколько скрижещущих звуков. Сюер была молода и красива, ее талант был выдающимся, а культивация – высокой. Она все время пользовалась вниманием и благосклонностью племени. Просто в одном поколении не было мужчины, достойного ее. В этот раз она почувствовала симпатию к Фан Юяню, хотя он и был человеком Гу бессмертным, но Снежный Гу бессмертный чувствовал, что может принять его. У каменных людей была мать земли, а разве у наших снежных людей не может быть отца снега? Если бы Сюер смогла выйти замуж за Фан Юяня, племя снежных людей получило бы поддержку незапамятного опустошающего зверя. Но кто бы мог подумать, что Фан Юян не знает о традициях этих вариантных людей, рассматривая ледяную слезу как обычный материал Гу, что делало всю ситуацию неловкой. Даже Сюер оказалась в затруднительном положении. Фан Юяня улыбнулся и похлопал Бин Жуа по плечу. Хорошо, я обещаю, что если в будущем представится возможность, мы снова устроим спарринг. Ладно, народ, я ухожу. Не нужно меня провожать, мы еще встретимся в будущем. Ха-ха-ха. Фан Юяня души рассмеялся и ушел. Одетый в белый халат, с длинными черными волосами, он выглядел красивым и беззаботным. Взгляд Сюер даже стал несколько ошарашенным. Бин Жуа, однако, скрижетал зубами, желая лишь разрубить этого мальчишку Фан Юяня на куски, так не пойдет. Когда он уйдет достаточно далеко, я должен послать ему письмо, в котором как следует расскажу о значении ледяной слезы. Обратный путь в благословенную землю Ланг Я прошел гладко и без каких-либо препятствий. Увидев снова духа земли Ланг Я, отношение первого верховного старейшины секты Ланг Я к Фан Юяню сильно изменилось, ты действительно унаследовал истинное наследство Хэйфона, ты владеешь методами замедления времени бессмертной апертуры, кроме того, у тебя есть незапамятный небесный орел верхнего предела, быстро достань его, взволнованно спросил дух земли Ланг Я. Фан Юянь горько покачал головой и достал труп небесного орла верхнего предела. Дух земли Ланг Я ошеломлен на замер на месте. Фан Юянь рассказал духу земли Ланг Я обо всем случившемся. Великий незапамятный опустошающий зверь был убит тобой, ты, но, к счастью, у тебя осталось яйцо, это хорошо, это хорошо, особенность небесного орла верхнего предела заключается в этом. Дух земли Ланг Я пришел в себя и посмотрел на Фан Юяня горящим взглядом. Продай мне яйцо небесного орла верхнего предела, мы можем заключить сделку. Фан Юянь рассмеялся. Я могу продать это яйцо. Дух земли Ланг Я обрадовался. Фан Юянь продолжил, но я боюсь, что у тебя нет небесных кристаллов, чтобы воскресить его. Даже у сокровищницы желтого неба очень мало сделок с небесными кристаллами. Естественно, небесные кристаллы могут быть получены только в небесных гротах или на незапамятных девяти небесах. Это очень ценный и редкий бессмертный материал восьмого ранга. На данный момент из девяти незапамятных небес остались только черное небо и белое небо, а количество гу бессмертных восьмого ранга всегда было невелико. Более того, среди этих гу бессмертных восьмого ранга некоторые не способны производить небесные кристаллы. Пока он говорил до этого места, дух земли Ланг Я изменил свои слова, но тебе не стоит беспокоиться об этом. Моя благословенная земля Ланг Я когда-то была небесным гротом Ланг Я, она когда-то производила небесные кристаллы. Кроме того, в прошлом, мое главное тело также накопило большую партию небесных кристаллов с незапамятных девяти небес. Ах, раз так, то я могу быть спокоен. Я продам его тебе. Фан Юань кивнул. Дух земли Ланг Я от души рассмеялся. Фан Юань, поскольку ты один из нас, я не позволю тебе понести убытки. Наследство пути удачи, наследство воровского неба или наследство длинных волос. Выбирай, что хочешь. Тон Фан Юаня упал. Что? Я не слишком заинтересован в этих вещах. Более того, разве эта цена не слишком мала для обмена на боевую силу восьмого ранга? Улыбка духа земли Ланг Я застыла, он немного подумал и кивнул. Это действительно так. Тогда, как насчет обмена на мою долину Луапо? Гора Даньхун и долина Луапо были уединенными владениями неба и земли, уникальными во всем мире. Но по сравнению с боевой силой восьмого ранга, дух земли Ланг Я без колебаний отказался бы от первого и выбрал второе. Цена слишком низкая. Не продам, не продам. Фан Юань отказался. Дух земли Ланг Я почесал голову. Как насчет этого, я готов отдать сокровище небесной сущности императорский лотос, а также неполный дом бессмертных гукотел у совершенствования в обмен на твоего небесного орла верхнего предела. Сердце Фан Юаня подпрыгнуло, но он все же покачал головой. Этого все равно недостаточно. Не продам. Дух земли Ланг Я был в ярости. Тогда назови мне цену, за сколько ты его продашь. Фан Юань улыбнулся, подчеркнув. Это боевая сила восьмого ранга. Дух земли Ланг Я, естественно, не был глупцом, так что он ответил. Он действительно обладает боевой силой восьмого ранга, но его нужно кормить. Есть ли у тебя небесные кристаллы? И даже если ты поднимешь небесного орла верхнего предела, будет ли он тебя слушаться? По правде говоря, в этот раз тебе очень повезло. Ты заморил небесного орла верхнего предела до смерти. Если бы не это, то, согласно моему пониманию, у этого небесного орла должно остаться немного сил, чтобы раздавить тебя, муравья, который пытался поработить его до смерти. Фан Юань улыбнулся. Если так, то я готов использовать очки вклада секты в обмен на небесные кристаллы, чтобы вырастить небесного орла верхнего предела. В любом случае, я являюсь верховным старейшиной секты Ланг Я, а также одним из членов Альянса четырех раз. В будущем, если я понадоблюсь секте, я, естественно, появлюсь. Дух земли Ланг Я был в замешательстве, размышляя над этим, он указал на нос Фан Юаня и выругался. Хорош сопляк. Ты не собирался продавать его, а просто усложнял мне жизнь. Фан Юань сразу же сделал серьезное выражение лица и серьезно сказал, как я мог легко отдать боевую силу восьмого ранга, но усложнять жизнь первому верховному старейшине, как у меня могли возникнуть такие мысли, просто цена действительно слишком низкая. Сказав это, он вдруг вспомнил о другом намерении Хэйфона. Даже если истинное наследство Хэйфона унаследовал один из губи смертных в небесном гроте, Хэйфон оставил небесного орла верхнего предела в благословенной земле железного орла. С этим незапамятным опустошающим зверем, даже если бы не было наследника, это была бы огромная выгода для племени. Дух земли Ланг Я вздохнул, прекрасно понимая, что Фан Юань не ошибся, и перестал настаивать на покупке. С одной стороны, небесный орел верхнего предела уже превратился в яйцо, что сильно разочаровало его. С другой стороны, Фан Юань был не только связан союзным соглашением с Ланг Я, но и присоединился к Альянсу четырех раз, что успокоило духа земли Ланг Я. Наконец он более или менее знал природу Фан Юаня. Такой амбициозный и дерзкий парень, как ты, точно не откажется от боевой силы восьмого ранга. Но если ты хочешь использовать очки вклада секты для обмена на небесные кристаллы секты Ланг Я, то это будет нелегко. Небесные кристаллы – это бессмертные материалы восьмого ранга, очков вклада у тебя много, но ты все равно не сможешь их себе позволить. Настроение духа земли Ланг Я стало лучше, когда он это сказал. Имея под рукой небесные кристаллы, он мог заманить Фан Юань работать на секту Ланг Я. К этому времени у духа земли Ланг Я не было другого выбора, кроме как признать, что Фан Юань был сильным и находчивым, гораздо более полезным, чем другие волосатые губи смертные, тогда я сначала обменяюсь с вами, мы можем не спеша сделать это. Фан Юань нарочито расстроенно произнес, текущие очки вклада Фан Юаня в секту были действительно велики. Он решил вопрос сгончей падающей звезды, заработав сразу тысячу очков секты. А в этот раз он обнаружил союзные племена снежных людей и каменных людей и сумел создать альянс четырех раз, за что тоже получил почти тысячу очков секты. Таким образом, очки вклада Фан Юаня в секту Ланг Я составили более двух тысяч очков. Но если посчитать, то двух тысяч очков было слишком мало, чтобы обменять их на бессмертный материал восьмого ранга – небесные кристаллы. В этот момент дух земли Ланг Я предложил Фан Юаню другое задание. Разве ты не знаком с доминирующим бессмертным чуду? Приведи его в нашу секту Ланг Я, пусть он восстанет против людей и станет одним из нас. Я могу дать тебе еще тысячу очков вклада в секту, если ты это сделаешь. Божественное восприятие Фан Юаня блуждало в сокровищнице желтого неба. О, его божественное восприятие на мгновение остановилось. Сбоку стоял Гу Бессмертный, а за ним – гора товаров. Это все скользкая почва? Фан Юаня взял инициативу в свои руки и спросил. Воля Гу Бессмертного Хан Юя пробудилась от дремоты. Увидев покупателя, он быстро сказал. Это все скользкая почва. Сообщив цену, он спросил. Господин, сколько вы покупаете? Скользкая почва была материалом пятого ранга, почва была очень плодородной. Фан Юань мысленно кивнул. Это была очень подходящая цена. Она была даже ниже, чем обычная рыночная цена. Ему все равно нужна была эта почва. Он сказал. Я возьму всю. Воля Хан Юя поколебалась. Всю? У меня огромный запас. Фан Юань подтвердил. Да, всю. Двести два камня Бессмертной Сущности. Такова цена, верно? Хан Юй быстро кивнул. Да, да. Внутри сокровищницы желтого неба любые товары излучали свет сокровищ. Фан Юань мог определить цену, глядя на свет сокровищ и сами товары. В конце концов, он был гроссмейстером Пути Мудрости. Давайте обменяемся. Быстро сказал Фан Юань. Хорошо, хорошо. Хан Юй быстро кивнул и ответил. Ситуация превзошла все его ожидания. Он был всего лишь губи смертным шестого ранга, который прошел одно небесное несчастье. Он изо всех сил старался развивать свою благословенную землю. Он хотел продать скользкую почву на своей благословенной земле. Из-за своего прошлого опыта он даже немного снизил цену, не думая, что ее так быстро раскупит. Для него это была отличная новость. Воля Хан Юя несла двести два камня Бессмертной Сущности. Все тело воли дрожало. Он был очень взволнован. В моей предыдущей жизни я был таким же. Фан Юань увидел это и внутренне вздохнул. Хан Юй был нормой среди большинства губи смертных шестого ранга. Фан Юань в своей прошлой жизни даже уступал ему, потому что он был губи смертным пути крови. Но теперь все было иначе. Только торговля кишками гу, которая была монополией, приносила ему огромную прибыль. После захвата ресурсов Небесного Грота Хэйфань собственное богатство Фан Юяня достигло небывалого уровня. Не просто двести камней Бессмертной Сущности, а две тысячи. В общем, финансовое положение Фан Юяня сейчас было весьма неплохим. Купив скользкую почву, Фан Юян использовал свое Божественное восприятие и отправился покупать несколько видов почвы. Достигнув своей цели, Фан Юяня отозвал Божественное восприятие и принес почву обратно в Суверенную Бессмертную Апертуру. Он контролировал бессмертных зомби-пути силы, и они разбросали почву в разные области мини-южной границы в Суверенной Бессмертной Апертуре. Пейзаж в мини-южной границе уже радикально изменился. Леса были повсюду, и зелень переполняла землю. Высокие древние деревья и сосны, прямой тополь, низкорослые кустарники, бесчисленное количество травы и цветов вдруг сделали мини-южную границу яркой и полной жизни. Это были обычные растения, среди них было много ресурсов высокого класса. Например, музыкальные деревья были в самом большом количестве. У этого вида деревьев были изогнутые ветви, они были совершенно уникальны. На ветвях сидели птицы, в основном птицы-смертицы, они издавали отчетливые звуки и громко щебетали. Первоначально мини-южная граница была совершенно пуста, но теперь здесь было довольно оживленно. Кроме птиц здесь было много оленей, белок, обезьян, змей, тигров и других животных. Они образовывали правильный экологический цикл. Изначально в мини-южной границе было всего несколько курганов, но теперь здесь было более 10 гор. Все эти горы были перенесены Фан-Юанем из небесного грота Хэйфань. Обычные гу-бессмертные не могли двигать горы, но его тянуть гору Бессмертный гу мог быть использован для этого. Сейчас среди гор самой высокой была гора Бессмертного наследства. Каменные павильоны все еще стояли на горе, Фан-Юан не убрал их, но все наследства, находившиеся внутри, были забраны. После долгого времени Фан-Юан наконец закончил управлять всеми бессмертными зомби, чтобы разбросать землю в нужных местах. Фан-Юан некоторое время наблюдал за происходящим, а затем удовлетворенно остановился. С такой почвой эти растения смогут хорошо расти в течение некоторого времени. В Суверенной Бессмертной Апертуре Фан-Юаня было мало знаков до пути земли, пространство было очень большим, в нем было 5 регионов и 9 небес. Мини-южная граница не могла иметь много знаков до пути земли после их распределения. С небольшим количеством знаков до пути земли, в Суверенной Бессмертной Апертуре Фан-Юаня не образовывались горы, почва не была плотной и плодородной. Растительность на мини-южной границе была почти полностью из небесного грота Хэйфан. Внутри небесного грота Хэйфан эти растения и деревья росли хорошо, они были густыми и зелеными. Но после перемещения в Суверенную Бессмертную Апертуру Фан-Юаня, из-за редких знаков до пути земли, они высохли, и казалось, что им не хватает питательных веществ. Фан-Юан мог только купить много плодородной почвы, подобной скользкой почве, чтобы разбросать их в мини-южной границе, решив проблему. Но это не решает основной вопрос. Эти различные почвы через некоторое время превратятся в обычную почву, а знаки до пути земли в них рассеются. Эти почвы были просто смертными материалами ГУ, в них были фрагменты знаков до пути земли. После того, как трава и деревья поглотят питательные вещества, эти фрагменты знаков до пути земли в основном исчезнут, только пройдя через испытания или поглотив знаки до гу бессмертного пути земли, чтобы увеличить количество знаков до пути земли в бессмертной апертуре, я смогу решить эту проблему. Фан-Юан четко знал это. Фан-Юан больше не мог подвергаться пятому земному бедствию в северной ледяной равнине. На этот раз он мог отправиться на южную границу или в любое другое место с богатыми знаками до пути земли, надеясь встретить земное бедствие пути земли. Как только он встретит земное бедствие, пройдя через него, проблема Фан-Юаня будет решена. Что касается убийства гу бессмертного пути земли, чтобы поглотить его знаки до, то это было не так-то просто. Гу бессмертные пути земли с низким уровнем культивирования не имели много знаков до пути земли, а те, кто имел высокий уровень культивирования, были слишком сильны, и Фан-Юань слишком рисковал, чтобы справиться с ними. До сих пор Фан-Юань уже пережил четыре земных бедствия. Первым было бедствие снежных монстров, среди которых были орлы железной короны, руинные летучие мыши и другие. Вторым бедствием были цветы ветра и снежные луны, третьим нефритовые и волги весеннего рассвета и пылающие деревья гигантского бедствия, четвертым – бедствие глубокой белой летучей соли. Поскольку суверенная бессмертная апертура превосходила десять экстремальных телосложений вместе взятых, небесная воля опасалась ее, во время каждого земного бедствия она увеличивала силу земного бедствия до максимально допустимого предела. Земные бедствия такой сложности значительно превосходили уровень других гу бессмертных, в несколько, а то и более десятков раз. Таким образом, Фан-Юань также добился невероятных успехов, он получал более чем в десятки раз больше знаков ДА при каждом бедствии. В результате у Фан-Юаня было наибольшее количество знаков ДА Пути Льда и Снега, за ними следовали Путь Трансформации, Путь Силы, Путь Ци, Путь Правил, также было несколько знаков Пути Удачи, Пути Крови и других. После получения ресурсов Небесного Грота Хэйфань вся суверенная бессмертная апертура значительно улучшилась, поскольку пространство было огромным, на данный момент только мини-южная граница была довольно оживленной, хотя другие области имели некоторые ресурсы, они не имели такой полной экосистемы, как мини-южная граница. Здесь было много опустошающих зверей, гигантских рогатых баранов, волков с акульями и плавниками, драконьих рыб, орлиных гончих и других. Что касается древних опустошающих зверей, то у него были остатки небесных псов и гончия падающей звезды, детеныш. Кроме того, у него был один незапамятный опустошающий зверь, это был небесный орел верхнего предела, но он уже превратился в яйцо. Были и некоторые опустошающие растения, у него даже было древние опустошающие растения, ходячие мясной дерево. В целом, накопленные ресурсы фан-юаня в настоящее время соответствовали гу бессмертным на пике седьмого ранга. Чуду, вероятно, сейчас был похож на фан-юаня. Что касается фэн-цзюгэ, то он был воспитан сверхсилой, и фан-юань все еще уступал ему. Разбросав землю, фан-юань сосредоточился на обыске душ пленных гу бессмертных. В бессмертной апертуре фан-юаня было много пленных гу бессмертных, это факт. Душ гу бессмертных было много. На этот раз он сосредоточился на девяти душах гу бессмертных из небесного грота Хэйфан. Истинное наследство фэн-цзюня пути удачи и метод сокрытия Чиньли были весьма впечатляющими, и фан-юань был заинтересован в них. Ты не Хэйчин, кто ты? Ты беспринципный негодяй, убей меня, если посмеешь. Пощадите меня, пожалуйста, пощадите меня, если вы воскресите меня, я буду вашим самым верным слугой. Среди этих душ гу бессмертных, некоторые спрашивали его, некоторые проклинали его и хотели умереть, а некоторые хотели выжить. Фан-юань больше не скрывал себя как Хэйчин. В конце концов, знакомое лицо также нуждалось в потреблении бессмертной сущности, а отношение гу нуждалось в использовании его ментальной энергии. На крики гу бессмертных фан-юань не обращал внимания, он без паузы обыскивал их. Каждый день он обыскивал их души в течение определенного времени. Примерно через три дня я закончу обыскивать воспоминания этих душ, и буду знать о них все. Закончив обыск душ, фан-юань обобщил полученные данные и скрылся из виду. Он покинул облачный город и направился в долину Луапо. Там его душа вышла из его тела, и он стал проходить жесткую культивацию пути души. Фан-юань уже некоторое время использовал гору Даньхун и долину Луапо, его основа души уже выросла в десятки раз. Однако он все еще не был уверен в том, что сможет поместить свою душу в свое первоначальное тело. Эта проблема самая неприятная. Даже если моя основа души увеличится, все равно трудно избежать возможных скрытых методов секты теней. Кто знает, может быть, приготовления инвусе станут сильнее, если моя душа станет сильнее. Возможно, чем сильнее моя душа, тем глубже ловушка секты теней. Инвусе знает, что у меня есть долина Луапо и гора Даньхун, при создании ловушки он никак не мог не учесть эти детали. Дневная культивация души закончилась, душа фан-юань вернулась в его тело, он пошатнулся и встал. У него было мрачное выражение лица. До тех пор, пока он мог использовать мудрость Гу, его сила будет расти со взрывной скоростью. Многие проблемы развития, с которыми он столкнулся сейчас, были связаны с мудростью Гу. Пока он мог использовать мудрость Гу, многие проблемы решались мгновенно. У меня есть мудрость Гу и тело бессмертного зомби пути силы, мне просто нужен последний ключ. Фан-юань мысленно вздохнул от беспомощности. Так фан-юань пробыл в благословенной земле Ланг-Я семь дней, он непрерывно культивировал, не расслабляясь ни на минуту. Его основа души снова выросла, он полностью исследовал души девяти Гу бессмертных. Фан-юань также использовал половину очков вклада секты Ланг-Я, чтобы обменять их на небесные кристаллы, и даже поставил несколько миссий по усовершенствованию Гу, собственная воля Гу, год Гу, месяц Гу, день Гу, а также все остальные смертные Гу, ему были нужны в огромном количестве. Он предпочел бы потратить очки вклада секты, чтобы получить эти смертные Гу, и попросить волосатых Гу-мастеров и Гу-бессмертных усовершенствовать их для него. Это могло сэкономить ему много времени и энергии. Через семь дней он покинул благословенную землю Ланг-Я и направился к Восточному морю дул сильный ветер, неся с собой соленый аромат морской воды. Фан Юянь сидел на вершине облака, он быстро передвигался, а его внимание было направлено на смертного Гу в его руке. Этот смертный Гу был от Бин Джуа. Снежный Гу бессмертный, который владел двумя копьями и был искусен в ближнем бою, рассказал Фан Юяню в письме. Ледяная слеза имела важное значение для племени снежных людей, это был не просто материал для усовершенствования Гу, это был знак любви. ХМПФ. Фан Юянь холодно улыбнулся, он раздавил смертный Гу пути информации в своих руках. Чистые белые облака понесли его по дороге. Его волосы развивались на ветру, лицо было светлым, как нефрит. Он был очень красив, почти очарователен. Его темные глаза, похожие на бездну, смотрели вниз на глубокое синее море, в них виднелись следы холодного мерцающего света. Как мог Фан Юянь не знать о значении ледяной слезы для снежных людей? Не забывайте, что он жил уже 500 лет, и хотя его уровень культивации был невысок, его знания были очень обширны. Не только ледяная слеза, Фан Юянь обладал глубокими знаниями о винной культуре вариантных людей. Во время банкета шестой волос обвинил Фан Юяня в том, что тот не знает о культуре питья вариантных людей. На самом деле, Фан Юянь просто притворялся, что не знает, он выяснял отношения снежных и каменных людей. Иногда притворство незнания позволяет человеку иметь больше возможностей. Дело с ледяной слезой обстояло именно так. Фан Юянь притворялся, что ничего не знает, но внутри он все прекрасно понимал. Принять ледяную слезу означало принять любовь Сюэр, но если он не примет ее, то разрушит отношения сотрудничества между собой и снежными и каменными людьми. Сойтись Сюэр, недостатков было больше, чем преимуществ. Племя снежных людей охотилось за боевой силой Фан Юяня восьмого ранга от небесного орла верхнего предела. Не обращая внимания на то, сколько выгоды Фан Юянь мог получить от племени снежных людей, он просто не мог выполнить эту просьбу. Небесный орел верхнего предела уже превратился в яйцо. Даже если Фан Юянь потратил часть очков вклада секты Ланг Я, чтобы получить несколько небесных кристаллов, этого было недостаточно. Он пока не мог вылупить яйцо небесного орла верхнего предела. Женитьба на Сюэр тесно свяжет меня с племенем снежных людей. Мы обязательно заключим брачный договор. Сейчас у меня уже есть соглашение секты Ланг Я и союзное соглашение Чуду. Есть также союзное соглашение четырех раз. Моя свобода сейчас сильно ограничена. Если я добавлю сюда брачный договор, разве я не создам себе проблемы? Хотя Фан Юянь получал выгоду от этих союзных соглашений, он также должен был выполнять задания для них. Например, если на благословенную землю Ланг Я нападали враги, Фан Юянь должен был подкреплять их и сражаться насмерть, если потребуется. Дух земли Ланг Я следовал правилам, потому что дух земли не был хитрым. Как люди, он строго следовал правилам секты Ланг Я и не ограничивал Фан Юяня. Но племя снежных людей было другим. Они были вариантом людей, их интеллект был ниже человеческого. Но после подавления в течение стольких лет и жалкого существования на Северной Ледяной равнине, огромное давление в борьбе за выживание отточило их сильную боевую мощь и острое восприятие. Если бы Фан Юянь захотел жениться на снежном человеке, племя снежных людей сделало бы все возможные, чтобы выжать из Фан Юяня всю его ценность. К тому времени Фан Юянь уже ничего не сможет с собой поделать. Снежные и каменные люди живут под Северной Ледяной равниной. У каменных людей есть незапамятный каменный дракон, у него восьмой ранг боевой силы, а у снежных людей нет. Поэтому они хотят, чтобы я женился на Сюер, чтобы у них тоже был восьмой ранг боевой мощи и они могли на равных сражаться с племенем каменных людей. Не смотрите на то, как слаженно действовали каменные и снежные люди, когда посещали Фан Юяня. Неужели они действительно жили в такой гармонии? Обе стороны жили под Ледяной равниной, деля между собой крошечную территорию, как же могли не возникнуть конфликты? В конце концов, это были две разные расы, но из-за общей картины они сохраняли разум и терпели друг друга. Можно представить, что в конфликтах обычно побеждало племя каменных людей, у которых был незапамятный каменный дракон. Снежные люди, должно быть, понесли много потерь, но они терпели все это время. В конце концов, у племени каменных людей был более высокий статус. Об этом можно было судить по многим мелким деталям во время союза. Например, губи-смертный Шитзун обычно выступал первым вместо снежных губи-смертных. Если я женюсь на Сюэр, нет, даже если я просто приму ее чувства, это будет означать, что я встану на сторону снежных людей. Неизбежно я буду вовлечен в конфликт между каменными и снежными людьми. Когда возникали внутренние конфликты, Сюэр находила Фан Юэня и надеялась, что он станет посредником в их конфликтах, ведь как союзник он не мог отвергнуть их. Но племя каменных людей давало Фан Юэню больше преимуществ. В конце концов, они торговали кишками Гу. Как мог Фан Юэнь разрушить свои отношения с каменными людьми только из-за женщины, и привести к тому, что его прибыль станет меньше. За последние дни он получил не только письмо от Бинг Джуа, но и письма от других чернильных, снежных и каменных губи-смертных, в том числе и от Сюэр. Они хотели заманить Фан Юэня в ловушку. Боевая сила 8-го ранга была слишком манящей. Причина, по которой Фан Юэнь покинул Северную равнину и отправился к Восточному морю, заключалась в том, чтобы избежать этих Гу бессмертных. Это также означало, что он мог избежать многих проблем в будущем. Я просто пользуюсь этими вариантными людьми. Но наши отношения неконтролируемо углубляются. Если случится какая-нибудь неприятность, я погибну вместе с ними. Мне нужно уйти и обрести свободу, чтобы потом с легкостью отступить. Фан Юэнь прекрасно понимал ситуацию. Более того, Дух Земли Ланг Я демонстрировал намерение завербовать Чуду, что заставило Фан Юэня почувствовать большую угрозу. Если Чуду присоединиться, это сильно повлияет на статус Фан Юэня в секте Ланг Я. Причина, по которой Дух Земли Ланг Я хотел завербовать Чуду, также заслуживала внимания. Несмотря на то, что Дух Земли Ланг Я дал ему это задание, Фан Юэнь решил потянуть время. Он не собирался быть настолько глупым, чтобы от всей души пытаться завербовать Чуду, наследство пути информации в Восточном море. Подумал про себя Фан Юэнь. Это была одна из причин, по которой он оказался в Восточном море. Если бы Фан Юэнь мог получить метод из этого наследства пути информации, чтобы избавиться от ограничений союзных соглашений, это было бы лучше всего. Фан Юэнь получил бы полную инициативу в своих союзах. Однако наследство пути информации было лишь второстепенной задачей, у Фан Юэня была другая, главная цель. Несколько дней спустя, Восточное море, область моря турбулентных потоков, пощадите меня, я сдаюсь. Люцен Юэнь стоял на коленях на земле, он был весь в ранах, у него не было желания сражаться. Он был одиноким бессмертным седьмого ранга, он даже сотрудничал с тремя товарищами шестого ранга только что. Подумать только, что они попадут в засаду в этой области моря турбулентных потоков, три губи смертных шестого ранга, которых он пригласил, были уже мертвы. Их врагами были четыре таинственных губи смертных. Люцен Юэнь был весьма сведущ, но он никогда не слышал об этих четырех сильных экспертах во всем мире губи смертных Восточного моря. Все четверо были очень уникальны. Тот, у кого был самый высокий уровень культивирования, имел ауру седьмого ранга, но он был каменным губи смертным. Трое других были губи смертными шестого ранга, одна из них была красивой и смелой бессмертной женщиной, один добродушным стариком, а другой обычным на вид бессмертным зомби. Независимо от того, кто из них кто, они были грозными экспертами губи смертными. Но для Люцен Юэ странным было то, что их лидером был не каменный губи смертный, не смелая бессмертная женщина или старик, а обычный бессмертный зомби шестого ранга. О, сдаешься, хе-хе, ты знаешь свое место. Бессмертный зомби шестого ранга потер подбородок, усмехаясь. Если бы Фан Юань был здесь, он бы знал, кто этот человек. Точно это был Инвусе. Хай Мэв – бесхребетный трус, неудивительно, что он нам не подходит. Нужно убить его и дать шину несколько знаков до пути земли. Хай Лу Лань была покрыта оранжевым пламенем. У каменного человека Гу Бессмертного шину не было никаких эмоций. Он смотрел на Инвусе, медленно говоря. Я буду слушать мастера. Нет, нет. Люцен Юй быстро закричал, у него было бешеное и беспомощное выражение лица. Хоть я и Гу Бессмертный седьмого ранга, мой Бессмертный Гу только шестого ранга. Однако, фея, у тебя Бессмертный Гу седьмого ранга, да еще и так много убийственных ходов пути огня. Неудивительно, что я не смог тебя победить. Инвусе рассмеялся и махнул рукой. Сейчас моей секте теней нужны члены, я дам тебе шанс выжить. Не сопротивляйся, я использую Бессмертный убийственный ход, чтобы заключить союзное соглашение. Спасибо, господин, что сохранил мне жизнь. Спасибо, господин, что сохранил мне жизнь. Люцен Юй был вне себя от радости. Он плакал, непрерывно кланяясь. Союзное соглашение Инвусе было очень строгим. Но Люцен Юй хотел выжить. Все остальное было второстепенным. Это действительно метод пути души. Хэй Лулань наблюдал со стороны. Инвусе использовал метод пути души, чтобы достичь эффекта пути информации. Это было похоже на сто год гармонии Фан Юяня. Он мог высвободить эффекты другого пути. С этого момента ты являешься членом секты теней. Вставай. Заключив союзное соглашение, Инвусе улыбнулся. «Господин, я готов предложить свои бессмертные гу». Люцен Юй не встал. Он держал свои два бессмертных гу шестого ранга над головой. Инвусе рассмеялся. «Меня не волнуют эти два бессмертных гу, можешь оставить их себе, в будущем, если ты будешь хорошо работать, я могу дать тебе бессмертных гу седьмого ранга или даже истинное наследство, это не проблема. Спасибо, господин, за вашу доброту». Люцен Юй от радости прослезился. «Кстати говоря, это место такое отдаленное, и вокруг нас много островов, почему вы здесь, на этом острове?» – спросил Инвусе, ему показалось, что его передвижения раскрыты. Люцен Юй услышал это и горько улыбнулся. «Господин, это все недоразумения, я просто пытался найти место для отдыха, придется объяснять с самого начала. В этой области моря турбулентных потоков я нашел подсказки к истинному наследству пути информации. Оказалось, что в те времена Люцен Юй преследовал бессмертного демона пути крови, желая заполучить его подсказки к наследству пути информации. В итоге он убил этого человека и ничего не добился, а двое других гу бессмертных седьмого ранга стали подозревать его. Подумав об этом, он решил, что Фан Юань был самым подозрительным и, скорее всего, подсказки истинного наследства пути информации были в его руках. Люцен Юй не мог оставить это без внимания, он взял с собой группу гу бессмертных и тайно вошел в область моря турбулентных потоков, пытаясь найти подсказки или дождаться прибытия Фан Юаня. Выслушав рассказ Люцен Юя, Хэйлу Лан, Инвуси и остальные улыбнулись. Этому Люцен Юю просто не повезло, он хотел найти место для отдыха, но в итоге направился к секретной базе секты теней. Выражение лица Инвуси внезапно изменилось. Подожди, гу бессмертный, которого ты подозревал ранее, как он выглядел Люцен Юй и повторил свои слова. Выражение лица Инвуси быстро стало мрачным. Фан Юань использовал знакомое лицо, когда путешествовал от южной границы до северной равнины, он скрывал свою внешность. Но знакомое лицо не могло скрыть эффекты бессмертного гу или бессмертные убийственные ходы. Когда он был в Восточном море, Фан Юань сражался с Люцен Юем, Тан Сонгом и Джоули, он неизбежно раскрыл некоторые методы. Хотя Инвуси тогда не знал внешности Фан Юяня, в описании Люцен Юя он почувствовал что-то знакомое. Следуя своей интуиции, он проверил, и Люцен Юя писал этого противника более подробно. Летающий меч бессмертный гу, побег меча бессмертный гу, подумал про себя Инвуси. Если посмотреть на время, то оно идеально совпадает. Инвуси почувствовал, что гу бессмертный, с которым сражался Люцен Юй, скорее всего, был Фан Юань. Так совпало, что я получил информацию о Фан Юяне именно таким образом. Хе-хе, небесная воля. Инвуси поднял голову и посмотрел на небо. Небо в области моря турбулентных потоков все это время было покрыто облаками и туманом. В этот момент Инвуси почувствовал, что за этими облаками на него пристально смотрит небесная воля. С точки зрения воли небес, будь то Фан Юань, обладающий суверенной бессмертной апертурой, или преподобный демон спектральной души, пытающийся бросить вызов судьбе, возродившись и снова достигнув вершины, они были целями для подавления и уничтожения. Конечно, в прошлом спектральная душа был самой большой целью, но сейчас Фан Юань был тем, кто привлекал ее внимание больше всего. Но в данный момент небесная воля пыталась заманить Фан Юань и Инвуси друг к другу, чтобы они сразились между собой. Это был метод, который убивал двух зайцев одним выстрелом. Это был план, который экономил много сил. Инвуси оценил это, тайно передавая информацию Хэйлу Лань. Хэйлу Лань была слегка ошеломлена. Она не нашла ничего неправильного, потому что не была знакома с летающим мечом и побегом меча. После реакции она была немного шокирована, Инвуси обнаружил что-то настолько важное, что обсуждает это со мной. Но вскоре Хэйлу Лань поняла, что если бы она была на месте Инвуси, она бы сама сделала то же самое, чтобы проанализировать ситуацию. До сих пор Тай Бай Юньшин оставался в неведении, у Шэну была абсолютная преданность, но он был вариантным человеком, он не мог мыслить так гибко. У нее самой был союзный договор с сектой теней, она была связана с Инвуси, у нее не было другого выбора, кроме как сговориться с ним, разобраться с Фан Юанем. Хэйлу Лань испытывала сложные эмоции, у нее были довольно сложные отношения с Фан Юанем. Сначала они были врагами, потом стали союзниками, а теперь, по воле судьбы, снова стали врагами. Даже сама Хэйлу Лань вынуждена была признать, что Фан Юань очень помог ей и имел на нее большое влияние. Но вскоре Хэйлу Лань успокоилась и передала, ваш анализ имеет смысл, но вы только угадали личность Фан Юаня, как вы можете быть уверены, что он придет сюда, только из-за истинного наследства пути информации? Мало того, что важнейший ключ к наследству пути информации исчез, даже если он его получил, какое это имеет отношение к нам? Он может не прийти сюда и не столкнуться с нами. Инвуси холодно улыбнулся. Это потому, что ты не понимаешь небесную волю, ранее, чтобы помешать Фан Юаню. Небесная воля разработала план, который заключался в том, чтобы заманить Фан Юаня с помощью истинного наследства пути информации. Но Фан Юань хитрый и бдительный, он не попал в ловушку. Он отправился в северные равнины без остановки, и это было мудрое решение. Усилия небесной воли в области моря турбулентных потоков были полностью напрасны. Инвуси понимала все немного не так, правда заключалась в том, что Фан Юань не почувствовал тогда подсказки истинного наследства пути информации, ведь подсказка была скрыта в летающем мечи бессмертном Гу. Конечно, даже если бы Фан Юань нашел их с его характером, это не замедлило бы его возвращение в благословенную землю Лангья. Прямо сейчас Фан Юань получил истинное наследство Хэйфана и обрел огромную силу. Но он находится в секте Лангья и недавно был добавлен в Альянс четырех раз. У него также есть союзные соглашения с чуду, у него огромные потребности в аспекте пути информации. Таким образом он, скорее всего, придет сюда, следуя подсказкам истинного наследства, чтобы получить это наследство пути информации. Продолжал Инвуси. Несомненно, страдания и неудачи имели ценность в жизни. Инвуси прошел через множество трудностей, его ум стал острее и бдительнее, он был похож на эксперта. Хэйлу Лань была хорошо знакома с ситуацией Фан Юаня. Свидения о Фан Юане дошли до Инвуси через шестого волоса. Чтобы вызвать у Хэйлу Лань ненависть к Фан Юаню, Инвуси рассказал ей часть информации. Глаза Хэйлу Лань вспыхнули блеском, она все поняла. Ты хочешь сказать, что Лю Цэн Юй это напоминание нам от небесной воли? Именно так. Лю Цэн Юй мог выбрать это место по совпадению, но на самом деле на него подсознательно повлияла небесная воля. Он намеренно выбрал наш остров, это слишком большое совпадение. Небесная воля, вероятно, считает, что ловушка уже не может повлиять на Фан Юаня, который стал намного сильнее, поэтому она хочет использовать нас, чтобы справиться с Фан Юанем. Инвуси посмотрел на небо и холодно улыбнулся. Знай себя и своего врага, и ты никогда не будешь побежден. Секта Теней противостояла небесной воле столько лет, что Инвуси, естественно, знал о целях и планах небесной воли. Тогда мы можем использовать этот шанс, чтобы устроить засаду на Фан Юаня. Разве ты не пытаешься вернуть суверенное бессмертное тело? Передала Хэйлу Лань. Инвуси обернулась и посмотрела на Хэйлу Лань. Они тайно переговаривались друг с другом. Они не разговаривали долго, остальные трое бессмертных только видели, как Инвуси некоторое время смотрел на небо, а затем развернулся и пошел обратно. Инвуси не говорил, он шел огромными шагами, ведя их за собой. За ним следовали Шэну, Тай Бай Юнь Шэн и Хэйлу Лань. Ах, Лю Цэн Юй, стоявший на коленях на земле, был ошеломлен. Он быстро встал и последовал за ними. Хэйлу Лань. Инвуси внезапно передал. Если мы сможем поймать Фан Юаня в этот раз, я дам тебе свободу. Тело и разум Хэйлу Лань задрожали. Но вскоре она отреагировала, ответив. Только ребенок может быть одурачен этим, неужели ты добровольно отпустишь мою боевую силу? Ха-ха-ха, ты действительно хорошо меня знаешь, Лулань. Инвуси рассмеялся, открыто признавая это, как ты справишься с Фан Юанем. У него боевая сила восьмого ранга, спросила Хэйлу Лань. Улыбка Инвуси померкла, он вздохнул, и Хэйлу Лань услышала беспомощность в его тоне. Затем она услышала слова Инвуси. Я не собираюсь иметь с ним дело, с незапамятным Небесным Орлом Верхнего Предела очень трудно справиться. Нет, мы можем. Если мы используем эту уединенную область неба и земли, разве мы не сможем добиться успеха, спросила Хэйлу Лань. Ты действительно хочешь, чтобы он умер? Я помню, что вы прежде проходили через тяжелые испытания. Хэйм Пэв, каждый сам за себя, если он умрет или потерпит поражение, для меня будут только преимущества, недостатков не будет. Хэйлу Лань показал холодное убийственное намерение. Инвуси отвергла это заманчивое предложение. Даже если мы воспользуемся этим местом, моя цель не будет достигнута. Мне нужно захватить Фан Юаня живым, материал должен быть свежим. Если мы воспользуемся этим местом, то сможем лишь заставить Небесного Орла Верхнего Предела временно потерять свою грозность. Более того, даже если бы мы могли, я бы не стал этого делать. Инвуси улыбнулся. Хэйлу Лань, почему, не учитывать общую картину, это просто недальновидно. Подобно тому, как Фан Юань ранее не принял наследство пути информации, пока мы сохраним мое основное тело, мы будем иметь большое преимущество. Мои воспоминания ограничены. Если мы будем сражаться с Фан Юанем сейчас, то попадем в ловушку Небесной Воли. Мы покинем Восточное море, однако, перед уходом мы можем оставить некоторые приготовления в качестве подарка для Фан Юаня. Хи-хи. Инвуси рассмеялась. День спустя, наконец-то я здесь, область моря турбулентных потоков. Фан Юань стоял на облаке и со вздохом смотрел на это морское пространство. Ходили слухи, что здесь проходила напряженная битва между ГУ Бессмертными, среди участвующих ГУ Бессмертных не было экспертов восьмого ранга, но было много ГУ Бессмертных шестого и седьмого ранга. Поскольку их битва была слишком интенсивной, знаки ДАА, вырезанные в этой области, вызвали изменения в окружающей среде, в итоге было создано уникальное место в Восточном море – область моря турбулентных потоков. По этой причине в области моря турбулентных потоков было спрятано множество наследств ГУ Бессмертных, или их богатства, оставленные после смерти. В истории были счастливчики, получившие наследство ГУ Бессмертного в области моря турбулентных потоков. Несмотря на то, что таких счастливчиков было немного, эти слухи привлекли многих людей к этой области моря. Многие ГУ Бессмертные Восточного моря, а также ГУ Бессмертные Центрального континента, северных равнин и южных гранит часто приходили в область моря турбулентных потоков в поисках удачных встреч. Взгляд Фан Юяня прошелся по морской воде. Вода в море турбулентных потоков была очень уникальной, поверхность была спокойной, но внизу было множество подводных течений. Эти течения были разных типов и форм. Взаимодействуя друг с другом, они двигались в этом море абсолютно без ритма и закономерности. Именно из-за этого ГУ Бессмертные называли это место областью моря турбулентных потоков. Фан Юянь снова посмотрел на небо. На небе было много белых облаков, закрывавших его зрение, и он не мог увидеть ни одной звезды. Даже когда палило солнце, солнечный свет не мог пробиться сквозь слои облаков, от этого становилось только светлее. Когда ГУ Бессмертные входили в область моря турбулентных потоков, они часто теряли чувство направления. Эти облачные слои были одной из причин. Из-за облаков ГУ Бессмертные не могли определить свое точное местоположение. Избавиться от этих облаков было невозможно. Для этого нужно было противостоять небу и земле. ГУ Бессмертные с такими способностями были, по крайней мере, великими экспертами восьмого ранга. Они были очень редки. Заплатив огромную цену за уничтожение этих облаков, можно было уничтожить и область моря турбулентных потоков. Для них это вообще не стоило усилий. Глубоко вдохнув, аура Фан Юаня запульсировала, и из него вырвалась аура Бессмертного ГУ. Следственный Бессмертный Убийственный ход – чувство Ци Удачи. Этот ход был получен в наследство от Фэн Цзюня. Он использовал Ци Удачи Бессмертного ГУ в качестве ядра. Он мог чувствовать людей, которые были тесно связаны удачей с ГУ Бессмертным пользователем. Чем ближе расстояние, тем четче эффект. О, они рядом. Они находятся в области моря турбулентных потоков 5. ГУ Бессмертных двигались по поверхности моря. Хе-хе. При соответствующем раскладе, если Фан Юань попадется на это, он будет страдать. Даже если мы не сможем поймать его в ловушку, мы сможем значительно задержать его рост. Инвуси чувствовал себя немного самодовольным. Развитие Фан Юаня шло слишком быстро, это было ужасающе. Небесная воля пыталась всеми возможными способами убить его. Она даже использовала снежных и каменных людей. Они должны были подавить его. Ранее Фан Юань был в благословенной земле Ланг-Я. Инвуси не мог ничего сделать. Теперь, когда он пришел, они собирались преподать ему урок. Конечно, они не могли действовать лично. На них лежала огромная ответственность. У него была самая важная задача – восстановить секту теней. Это хорошо, мы можем подавить Фан Юаня и не попасть в ловушку небесной воли. Хе-хе. Внезапно взгляд Инвуси застыл. Будьте осторожны, в море есть опустошающий зверь, он быстро движется, это очень странно. Инвуси нахмурился, напомнив им. Всего лишь опустошающий зверь. Гу бессмертный шину седьмого ранга атаковал. Бум. Огромные рябь и волны появились на поверхности воды, когда Фан Юань появился и показал себя. Наконец-то я нашел тебя, Инвуси. Рот Фан Юаня открылся, обнажив безжалостную улыбку. Пятеро бессмертных были ошеломлены, они впервые видели Фан Юаня. Поскольку Фан Юань был бдителен, перед тем, как отправиться в это путешествие, он уже изменил свою внешность. Ты? Внезапно тело Инвуси задрожало. Он использовал проверить удачу бессмертного Гу, увидев, что высокая удача Фан Юаня была точно такой же, как у него и Хэй Лулань. Связать удачу бессмертный Гу. Инвуси использовал связать удачу на Хэй Лулань. А Хэй Лулань была связана удачей с Фан Юанем. Внешность Фан Юаня могла меняться, но его удача не была скрыта. Увидев его удачу, Инвуси понял, что это и есть Фан Юань. Быстро, древняя боевая формация. Громко крикнул он, паникуя. Всенаправленное путешествие. У трех других бессмертных была координация. Они подсознательно действовали, используя древнюю боевую формацию. Всенаправленное путешествие. Взмах, и четверо бессмертных полностью исчезли. Только один человек остался позади. Лю Цин Юй, Фан Юань. Они смотрели друг на друга, погрузившись в молчание. Древняя боевая формация, всенаправленное путешествие. Она могла позволить Инвуси и остальным сбежать от гу бессмертных небесного суда и, естественно, обладала невероятным эффектом. Фан Юань тоже видел это впервые. Поэтому он потерял дар речи. Несмотря на то, что у него были некоторые догадки, увидев это лично, он все равно был шокирован. «Этот метод может быть сильным, но пока у меня есть чувство ци удачи, я смогу их найти. Итак, сначала я должен убить этого человека», — подумал Фан Юань, переключив внимание на Лю Цин Юя. Лю Цин Юй, увидев холодный взгляд Фан Юяня, наполненный убийственным намерением, он подсознательно отлетел назад. Его настроение было еще хуже, чем у Фан Юяня. Он так старался получить наследство пути информации, но его отобрали. После убийства бессмертного демона Пути Крови важнейшая подсказка была потеряна. Он вернулся в область моря Турбулентных потоков, чтобы переждать, но столкнулся с Инвуси, все его помощники были убиты, и ему пришлось сдаться. «Да будет так, если он сдался, да будет так, если союзное соглашение было властным, он признал свое поражение. Пусть будет так, если ему придется называть Инвуси своим боссом, он был твердо намерен стать основным членом этой группы под названием Секта Теней. Однако, когда они покидали Восточное море, внезапно появился человек, а следом за ним убежал Инвуси. Он сбежал. Бежал не только он, но и остальные тригу бессмертных, и они бежали так быстро. Буквально за одно мгновение они исчезли без следа. Это абсурд. Лю Цин Юй очень хотелось ругаться, но он не мог. По условию союзного соглашения он должен был всегда быть вежливым с Инвуси. Если бы он ругался, то столкнулся бы с обратной реакцией знаков до пути информации. Настроение Лю Цин Юя было просто ужасным, он был на самом дне. Он не узнавал Фан Юяня, ведь Фан Юянь сейчас был только шестого ранга. Но Лю Цин Юй чувствовал, что Фан Юянь был губи смертным с шестого ранга. На этот раз Фан Юянь небрежно изменил свой облик, аура его ничего не скрывала. Его главной целью было убить Инвуси и остальных. Все знали друг друга и свой уровень культивации, его аура была не слишком важна. Это вызвало у Лю Цин Юя чувство глубокой обиды. Против губи смертного шестого ранга, почему ты убегаешь? От чего убегать? У нас два седьмых ранга и три шестых ранга, мы все эксперты. Почему вы убегаете? Ах, почему ты убежал? Лю Цин Юй внутренне закричал от ярости, но он не мог получить никаких ответов. Он присоединился к секте теней слишком быстро, Инвуси не ожидал, что Фан Юянь придет так быстро, он не рассказал Лю Цин Юю некоторые детали. Если бы Инвуси сказал Лю Цин Юю, что причиной их бегства было то, что Фан Юянь обладал боевой силой восьмого ранга, небесным орлом верхнего предела, тогда Лю Цин Юй не стал бы так внутренне кричать, а убежал бы быстрее, чем Инвуси и Хэй Лулань, о, нет, он не смог бы обогнать их, но в том, что касается усилий, он точно превзойдет их. Боевая сила восьмого ранга не была шуткой, он мог убить их так же просто, как убить муравья. Это и есть устрашение восьмого ранга. В это время Фан Юянь многое понял. Инвуси и остальные бежали, они были мудры и решительны. Если бы их позиции поменялись местами, Фан Юянь тоже сбежал бы. Ранее, на Северной Ледяной Равнине он не бежал, потому что Фан Юянь не мог начать бежать. Дело было не в том, что он не хотел. В побеге не было ничего постыдного. Для такого старого демона, как Фан Юянь, временное отступление было блестящей тактикой в бою. Однако Инвуси и остальные не знали, что небесный орел верхнего предела уже умер, он превратился в невылупившееся яйцо. Хотя Фан Юянь не рассказал об этом духу земли Лангья, он попросил его не разглашать этот секрет. Таким образом, Шестой Волос получил информацию только о предыдущей части, он не мог рассказать Инвуси о самой важной информации, которая держалась в секрете. В этот момент Инвуси и остальные ушли, остался только Лю Цин Юй. Эта ситуация была очень хорошей для Фан Юяня. Изначально Фан Юянь был немного обеспокоен, преследуя их. В конце концов, у них было преимущество в количестве. Здесь было два гу бессмертных седьмого ранга. Фан Юянь узнал Лю Цин Юя, но Шину он видел впервые. Теперь, когда личность Фан Юяня была раскрыта, Инвуси убежал. Остался только Лю Цин Юй. Правильно было сбежать. Пытаться прощупать восьмой ранг было равносильно смерти. Во время убийства боевой марионетки серого облака Фан Юянь не решился прощупать и незапамятного каменного дракона. Сейчас Фан Юянь думал о том, чтобы сначала убить Лю Цин Юя. Если Фан Юянь не воспользуется этим шансом, то его точно поразит молния. Убив его, я смогу использовать обыск души и получить информацию о Инвуси и остальных. Подумав об этом, Фан Юянь атаковал знаки меча, нацеленные на смерть. Он сразу же использовал необычный убийственный ход пути меча. Несмотря на то, что Лю Цин Юй внутренне кричал он все еще был полон огромной настороженности. Логика была проста, он был тем, кто заставлял Инвуси и остальных так бояться, даже если он был губи смертным шестого ранга, он был определенно опасен. Лю Цин Юй уже был полностью сосредоточен на борьбе с этим огромным противником. В этот момент из меча вылетел свет, Лю Цин Юй быстро переместился, уклоняясь от атаки Фан Юяня. Конечно этот парень также является гу бессмертным шестого ранга с бессмертным гу седьмого ранга. Путь меча с горечью подумал Лю Цин Юй, у него было только два бессмертных гу шестого ранга, из-за этого он проиграл Хэйлу Ланю. После нескольких раундов боя Лю Цин Юй оказался в невыгодном положении. Он был одиноким культиватором, хотя его уровень культивации был выше, с седьмым рангом, у него было только два бессмертных гу шестого ранга, его бессмертные убийственные ходы также были выведены им самим, они не были образцовыми, и их было мало. После еще десятка раундов Фан Юйань почти полностью понял методы Лю Цин Юя. Он использовал одни и те же приемы снова и снова, как он мог не выучить все. Лю Цин Юй был весь в поту, он был в печальном состоянии. Хотя Фан Юйань не мог временно использовать кровавый актив бессмертного гу, у него были другие методы защиты пути времени, он мог легко атаковать или защищаться, ему было легко, его сила росла слишком быстро. В прошлом Лю Цин Юй преследовал Фан Юяня и заставлял его бежать, но теперь Фан Юйань подавлял его. Несмотря на то, что у него был шестой ранг культивации, по силе боя он намного превосходил Лю Цин Юя. Неудивительно, что Ин Вуси убежал это же монстр. Он невероятно силен и, судя по всему, он еще не использовал всю свою силу. Лю Цин Юй потерял мотивацию, пока сражался, он действительно хотел сдаться, но сейчас все было иначе, у него был союзный договор с сектой теней, он не мог сдаться врагу. У него оставался только один выход, сражаться до смерти, следуй за мной, если осмелишься. Лю Цин Юй отчаянно уклонился от атаки Фан Юяня, превратившись в зеленую радугу, и скрылся в области моря турбулентных потоков. Слишком наивно, Фан Юяня усмехнулся и указал на путь отступления Лю Цин Юя. Бессмертный убийственный ход, призыв Зверя Года. Зверь Года Змея прорвал пространство, внезапно появившись и заблокировав Лю Цин Юя. Лю Цин Юй оказался заблокирован и уже не мог убежать. Фан Юянь с помощью побега меча Бессмертного Гу оказался позади него, легко настиг его и атаковал. Лю Цин Юй был поражен, его жизнь закончилась, его тело самовзорвалось, а душа распалась на несколько частей. Фан Юянь быстро среагировал, но спас только часть. Бессмертная апертура Лю Цин Юя также упала в море, погрузившись в воду, и в ней образовалась благословенная земля. Его остатки души рассеивались, похоже это был метод секты теней. Фан Юянь попробовал несколько методов, но, похоже, не смог остановить самоуничтожение души. Фан Юянь быстро обыскал душу, он увидел десятки фрагментов памяти, Фан Юяню повезло, он увидел, как Лю Цин Юй и Инвуси расставляют ловушку. О, похоже, что после того, как Инвуси узнал, что у меня боевая сила восьмого ранга, он понял, что не сможет со мной сражаться, и устроил ловушку, чтобы навредить мне. Он действительно вырос, остальные фрагменты были бесполезны. Вскоре эти осколки души полностью рассеялись, тело Лю Цин Юя тоже превратилось в мякоть, его было трудно собрать, все его знаки даа уже вернулись в его бессмертную апертуру. Фан Юянь вздохнул, он хотел поглотить знаки даа Лю Цин Юя в себя, но гу бессмертных в пяти регионах было не так легко разграбить, после некоторой суматохи из бессмертной апертуры полностью образовалась благословенная земля, вход открылся, это был редкий шанс войти в благословенную землю, если бы он упустил его, то, чтобы войти туда позже, пришлось бы столкнуться с гораздо большими препятствиями. В прошлом, когда Фан Юянь размещал благословенную землю звездной формы и благословенную землю гэпи, он также использовал эти шансы, чтобы войти в благословенную землю кряк, кряк, внутри благословенной земли Лю Цин Юя появилась глупая утка, взывающая к Фан Юяню, это был дух земли, который был сформирован с помощью небесной силы после смерти Лю Цин Юя. Внешний вид духов земли резко отличался, утиный дух земли не представлял собой ничего особенного, Фан Юянь внимательно слушал, хотя он слышал только кряканье утки, в его сознании оно переводилось в слова, смысл которых Фан Юянь мог понять, на самом деле, дух небес Хайфана был медным колоколом, но и он мог общаться с людьми. К сожалению, перед смертью Хайфань позволил своей бессмертной апертуре поглотить фрагмент незапамятного лазурного неба, это вызвало проникновение небесной воли и привело к тому, что его дух небес потерял разум, условие наследования этой благословенной земли Цин Юй и становление ее владельцем на самом деле таково. Глаза Фан Юяня вспыхнули, в них появилось выражение радости и удивления. Хотя Лю Цин Юй был убит Фан Юянем, его навязчивой идеей не было найти Фан Юяня, чтобы отомстить, он также не пытался найти инвуси и найти с ним проблемы. Его интересовало местонахождение важнейшего ключа к наследству пути информации, ключ к наследству пути информации вырезан на летающем мече бессмертного Гу. Фан Юянь достал летающий меч бессмертного Гу, показал его утиному духу земли и объяснил ему ситуацию. Через мгновение дух земли кружил вокруг Фан Юяня, клювом клевал белые туфли Фан Юяня, он ему очень нравился. Теперь Фан Юянь был владельцем благословенной земли. Однако эта благословенная земля была довольно пустынной. Дело было не в том, что Люцин Юй имел плохое основание, но после того, как он присоединился к секте теней, все ресурсы его бессмертной апертуры были забраны инвуси. Инвуси не стал забирать два бессмертных Гу Люцин Юяя, потому что хотел сохранить его боевую силу и заставить его работать как раба. Но инвуси забрал его ресурсы культивирования, что не оставляло ему выхода. В будущем, когда Люцин Юй захочет продолжить культивирование, ему будет не хватать ресурсов, он мог полагаться только на секту теней. Фан Юяню нужно было лишь немного подумать, чтобы понять это. Что касается червей Гу Люцин Юяя, то они уже были уничтожены. Это касалось двух бессмертных Гу и смертных Гу. Для Фан Юяня ничего не осталось. Что осталось в этой благословенной земле? Фан Юяня гляделся вокруг, спросил у духа земли и нахмурился. Благословенная земля Цин Юяя была полностью разграблена, она была в состоянии, похожем на небесный грот Хэйфан, когда Фан Юянь захватил ее. В этот момент Фан Юянь мог в какой-то степени почувствовать, что пережил чудо в то время. Утиный дух земли. Кряк, кряк, кряк. Фан Юянь обернулся. Приведи меня туда. Утиный дух земли не мог телепортироваться, он принес Фан Юяня к месту назначения. Перед Фан Юяням предстала гора цвета радуги, не высокая и не короткая. Скалы горы излучали зеленый, красный, желтый, синий и белый свет. На горе не было деревьев, но было много разных видов травы. Эти виды травы имели десять цветов, они переливались вместе, они были красивее, чем море цветов, это было ослепительное зрелище. Гора пяти сияний, трава десяти цветов, пробормотал Фан Юянь. Это были ресурсы, которые часто выращивали гу бессмертные пути света. Особая среда заставляла эту гору порождать большое количество смертных гу пути света. Очевидно, эта гора пяти сияний была сильно развита Люцен Юянь, она была довольно большой. У Инвуси нет тянуть гору бессмертного гу, у него нет методов, чтобы переместить эту гору, он мог только оставить это здесь. Фан Юянь догадался, что это правда. У деревьев были древесные корни, у гор тоже были горные корни. Горы было нелегко сдвинуть с места, грубая сила могла только разрушить гору, а методы перемещения гор были очень редки в мире. В те времена, когда Фан Юянь смог сдвинуть долину Луопо, даже гу бессмертный восьмого ранга принц Фэн Сянь был потрясен. Несмотря на то, что Инвуси унаследовал часть богатства секты теней, ему не хватало метода, чтобы сдвинуть гору пяти сияний. Изначально у него был тянуть гору бессмертный гу, но в тех сделках он был продан Фан Юяню. Когда он увидел эту гору пяти сияний и не смог сдвинуть ее с места, он, должно быть, почувствовал досаду. В общем, эта гора пяти сияний теперь была собственностью Фан Юяня. Не раздумывая, Фан Юянь использовал тянуть гору бессмертного гу и перенес эту гору пяти сияний в свою собственную суверенную бессмертную апертуру. Он поместил эту гору в мини-южную границу. В мини-южной границе было много гор, это было место с богатыми знаками до пути земли. С добавлением горы пяти сияний, все горы из небесного грота Хайфан были превзойдены, а гора бессмертного наследства могла стать только второй по высоте горой. В конце концов, гора бессмертного наследства использовалась как место для наследования, но теперь все наследство исчезло. Гора пяти сияний теперь была самой большой горой в мини-южной границе. Наконец-то я добился некоторых успехов. Фан Юань выпустил глоток воздуха. Если бы у него не было горы пяти сияний, его потери были бы серьезными. Хотя он и выиграл эту битву, с точки зрения Фан Юаня, победа не имела никакой ценности, ценность имела добыча после победы. Жаль, но даже после взятия горы пяти сияний Фан Юань пришел к выводу, что в этой битве против Лю Цин Юя он все равно понес потери. С этим ничего нельзя было поделать, он использовал бессмертную сущность зеленого винограда, а большинство его бессмертных губ были седьмого ранга, ему также приходилось использовать множество бессмертных убийственных ходов. В каждой битве расход бессмертной сущности зеленого винограда был серьезным. Конечно, благословенные земли могли присоединяться друг к другу, однако Лю Цин Юй культивировал путь света, и эта благословенная земля была благословенной землей пути света. Уровень достижений Фан Юаня был обычным, это была благословенная земля седьмого ранга, и он не мог присоединить ее. В последующий период Фан Юань расспрашивал утиного духа земли, он получил много информации. Утиный дух земли все еще помнил многие детали из того времени, когда он был жив, это позволило Фан Юань узнать о ловушке, которую устроил Инвусе. Кроме того, Фан Юань получил информацию о истинном наследстве. Получив информацию, Фан Юань оставил смертного гу для утиного духа земли и приказал, чтобы без его разрешения тот никогда не открывал вход в благословенную землю. Если враги нападут, он должен был немедленно сообщить об этом Фан Юаню, используя сокровищницу желтого неба. Бессмертная сущность красного финика седьмого ранга Люцен Юя все еще оставалась на месте, Фан Юань не стал ее забирать, а отдал утиному духу. Кряк, кряк, утиный дух земли со слезами на глазах взмахнул одним крылом, прощаясь с Фан Юанем. Фан Юань не оглядывался, он покинул благословенную землю. После его ухода вход в благословенную землю закрылся. Это благословенная земля седьмого ранга, пока вход закрыт, и она хорошо спрятана, ее не должны обнаружить, однако, если небесная воля захочет причинить мне вред, у нее будет много способов справиться с этой благословенной землей. Будет здорово, если я смогу сохранить эту благословенную землю седьмого ранга, но даже если не смогу, ничего страшного, она все равно имеет слишком малую ценность. У Фан Юаня не было времени, чтобы повысить уровень достижений пути света, а его уровень культивации все еще был далек от седьмого ранга. Продолжать преследовать Инвусе? Фан Юань колебался. От утиного духа земли он получил много информации, у него было более четкое представление об их силе. У Инвусе было четыре гу бессмертных, включая его самого. Каменный гу бессмертный седьмого ранга по имени Шену культивировал путь земли. Хэйлулань теперь культивировала пути силы и огня. Тай Бай Юньшин потерял своего бессмертного гу пути времени, но теперь у него был бессмертный гу пути облака, а изначально он культивировал путь облака как вторичный. Что касается Инвусе, то у него все еще было тело бессмертного зомби пути силы. Он все еще использовал бессмертных гу пути души, у него был самый низкий уровень культивации, но его боевая сила, вероятно, была самой высокой или второй по силе. Если бы у Фан Юяня был незапамятный небесный орел верхнего предела, он бы немедленно их преследовал. Но сейчас небесный орел верхнего предела был всего лишь яйцом, хотя у Фан Юяня было много бессмертных гу, глядя на него, с его силой и интеллектом, против группы Инвусе, было трудно предсказать победителя. Сколько времени прошло, Инвусе и остальные уже набрали столько силы, что я даже не ожидал. Рост Фан Юяня потряс Инвусе и остальных, но Инвусе и остальные тоже росли со скоростью, которая шокировала Фан Юяня. Вначале он думал, что Инвусе и остальные потерпели огромную неудачу после сделок, но оказалось, что вскоре после этого они уже восстановились. Секта Теней уже была в руинах, но ее все еще нельзя было недооценивать. Инвусе и остальные были действительно огромной угрозой с точки зрения Фан Юяня. Из-за суверенного бессмертного эмбриона Гу между сектой Теней и Фан Юяням возник неразрешимый конфликт. Инвусе сейчас не имел дела с Фан Юяням, потому что спасение его главного тела было важнее, он принял мудрое решение. Фан Юян не стал разбираться с Инвусе раньше, потому что у него не хватало сил, ему нужно было разобраться с земными бедствиями и попытаться развить свою суверенную бессмертную апертуру. Теперь, когда он получил истинное наследство Хэйфона, у него было достаточно сил, он сразу же отправился на поиски Инвусе. Как только Инвусе спасет его главное тело, Фан Юянь понял, что у него больше не будет шансов на победу. Поскольку противник был одним из десяти преподобных, даже если он уже умер, Фан Юянь был ему неровня. Конечно, оставался еще один решающий момент. Это была мудрость Гу. Мудрость Гу не была потеряна, она находилась в благословенной земле Ланг Я. Фан Юянь вернул себе тело бессмертного зомби Пути Силы, но был один ключевой момент. Он боялся, что внутри этого тела бессмертного зомби была ловушка, поставленная Инвусе, которая нацелилась на его душу. Фан Юянь не осмеливался действовать необдуманно. Он думал использовать души других Гу бессмертных и поместить их в тело бессмертного зомби, чтобы проверить это. Но в этом было много недостатков. Во-первых, он должен был проводить такие эксперименты тайно, он не мог открыто вытащить свое тело бессмертного зомби, это раскрыло бы много секретов духу земли Ланг Я. Во-вторых, даже если бы он использовал души Гу бессмертных для тестирования, они были ненадежны. Потому что Фан Юянь не знал, устанавливал ли Инвусе ловушки, направленные на слабые или сильные души, или это была ловушка, специально направленная на потусторонних демонов. Проблема использования мудрости Гу была самым большим ограничением в развитии Фан Юяня, поэтому Фан Юянь продумал план в Восточном море. Его главной целью было разобраться с Инвусе. Если ему это удастся, то он сможет узнать у Инвусе, есть ли в этом теле бессмертного зомби-ловушки. Если ловушка есть, то как ее устранить? Инвусе хотел подавить скорость роста Фан Юяня, но Фан Юянь также боялся, что Инвусе будет расти слишком быстро и спасет свое основное тело. Поэтому, когда он пришел в Восточное море сейчас наследство пути информации было второстепенным. Он шел прямо к главной цели. Инвусе был его главной целью, впереди была глубокая синяя пелена, она полностью закрывала видение Инвусе и остальных. Региональная стена Голубой воды. Между пятью регионами были региональные стены, они были похожи на тонкую мембрану, которая защищала регион. Региональная стена Голубой воды была защитной мембраной Восточного моря. Область моря Турбулентных потоков находилась очень близко к региональной стене Голубой воды, и именно из-за этого, когда Фан Юянь путешествовал от южной границы до северной равнины, когда он приблизился к области моря Турбулентных потоков, он столкнулся с Люцен Юем и остальными. Инвусе и другие бессмертные использовали всенаправленные путешествия, чтобы напрямую добраться до этого места. «Мы снова уходим», вздохнула Хэй Лулань. «Кем был тот человек ранее?» спросил Тай Бай Юньшин. «Враг, сильный враг, непримиримый враг, не смотрите на его уровень культивации шестого ранга, у него боевая сила восьмого ранга». Инвусе посмотрел на Тай Бай Юньшина, решив выложить ему некоторую информацию. Услышав это, Тай Бай Юньшин резко вдохнул и недоверчиво воскликнул. «Боевая сила восьмого ранга». Хэй Лулань тоже притворилась шокированной. «Неудивительно, что нам пришлось отступить». У Шэну не было никакого выражения. Тай Бай Юньшин вдруг о чем-то задумался, на его лице появилась печаль. Вздох. Поскольку у него боевая сила восьмого ранга, Люцин Юю конец. Жаль. Умереть за секту теней, его величайшая честь. Шэну пренебрежительно фыркнул и сказал. «Пойдемте, раз он может преследовать нас, мы должны увеличить расстояние. Тот небесный орел верхнего предела, незапамятный опустошающий зверь, который может перемещаться по девяти небесам, скорее всего, это форма жизни из незапамятных девяти небес, он может свободно перемещаться по пяти региональным стенам». Тайна передала Хэй Лулань, напомнив об этом Инвусе. Инвусе глубокомысленно посмотрел на нее и ответил. «Не волнуйся, я уже проверил исторические записи на северной равнине. Небесный орел верхнего предела Фан Юяня пришел от Хэй Фана, а небесный орел верхнего предела, который был у Хэй Фана, был выращен на северной равнине. Если он проникнет за пять региональных стен, его также ждет подавление. Сейчас мы в полной безопасности на границе региональной стены. Это так? Хэй Лулань была ошеломлена, а затем показала выражение облегчения. Куда мы теперь пойдем? Мы не можем идти на центральный континент, мы идем на южную границу, чтобы работать над спасением, спросила Хэй Лулань. Инвусе улыбнулся. Он не вошел в региональную стену синей воды. Вместо этого он использовал свою бессмертную сущность, когда аура червей Гу вырвалась изнутри. Все его тело парило в воздухе. Он повернулся и посмотрел в направлении области моря турбулентных потоков. Под его ногами появилась рябь, издающая тихий звук. Холодный и влажный морской бриз обдувал лица четырех Гу бессмертных, подождем. Инвусе сказал одно слово в ответ Хэй Лулань. Чего ждать? Тай Бай Юньшин был в замешательстве. Ждать врага, сказал Инвусе. Остальные трое Гу бессмертных посмотрели друг на друга, не понимая, почему. Раз уж они отступили раньше, почему они ждали его сейчас? У этого человека была боевая сила восьмого ранга, почему они ждали его? Ждали, что он убьет их. Выражение лица Хэй Луланя изменилось. Я вижу, вижу, что, быстро спросил Тай Бай Юньшин. Он был крайне растерян. Шэну был невозмутим, но в его взгляде читалось любопытство. Хэй Лулань улыбнулась. Тебе не кажется это странным? Как он узнал наше местоположение? Когда он преследовал нас, почему он так точно знал наше местонахождение? На этот раз даже выражение лица Шэну изменилось. Тон Тай Бай Юньшин остал ниже. Хэй Лулан, ты хочешь сказать, что у нас есть предатель? Невозможно, как мы можем вчетвером, если только Люцен Юй не шпион. Подождите. Он присоединился к нам по союзному соглашению. Может ли союзное соглашение быть использовано? Вероятность того, что он предатель, мала. Инвусе покачал головой, отвечая. Он посмотрел на Тай Бай Юньшина. Хотя Тай Бай Юньшина держали в неведении, он также был под союзным соглашением с Инвусе. Он не мог стать предателем. Наиболее вероятная причина в том, что у него есть следственный метод, который может отследить наше местоположение. Сказал Инвусе. В последние дни мы оставались на базе и редко выходили. Тай Бай Юньшин нахмурился. Хэй Лулан улыбнулась. Методы Гу Бессмертных непостижимо огромны по количеству. Некоторые из них невероятно гениальны. Как много мы на самом деле знаем. Это правда. Тай Бай Юньшин кивнул. Хэй Лулань продолжила. Если мы не сможем найти способ противостоять им, то, куда бы мы ни пошли, враг найдет нас. Это лишь вопрос времени. Таким образом, господин решил остаться здесь и не входить в региональную стену. Господин ждет, пока другая сторона использует свой следственный убийственный ход. Понятно. Шэну внезапно понял. На самом деле, много информации было известно только Инвусе. В этот момент в голове Инвусе Райлиси сталкивались бесчисленные мысли. Несмотря на то, что он был бессмертным зомби пути силы и не мог хорошо думать, у него было множество способов обойти этот недостаток. Инвусе сейчас быстро соображал, какой метод использует Фан Юань, чтобы определить мое местоположение. Я прибыл в Восточное море тайно, откуда информация. Он может найти мое местоположение на Северной равнине, через две региональные стены, это невозможно. Даже Гу Бессмертные Небесного Суда не смогли ничего определить после того, как я использовал свою Гуформацию, чтобы скрыть свои следы. Неважно, что находится в истинном наследстве Хэйфона, он не смог бы этого сделать. Небесная воля. Инвусе уже знал ответ. Раз уж против меня может быть составлен заговор Небесной воли, получивший напоминание и информацию об Фан Юанье, может ли Фан Юань также получить такую же информацию обо мне? Это было вполне возможно. Но Инвусе не был удовлетворен таким ответом. Если в это время в моей ситуации окажусь не я, а Фан Юань, что он будет делать? Чтобы он подумал, он бы рассматривал худшую из возможных ситуаций. А какая ситуация была наихудшей из возможных? Спросил себя Инвусе и получил ответ. У другой стороны есть следственный убийственный ход, который может пройти региональные стены, чтобы подтвердить мое местоположение. Инвусе улыбнулся, как такое возможно. Но вдруг его улыбка замерла. Он подумал о возможности. Путь удачи. Фан Юань все это время имел самую важную подсказку. Их удачи были связаны между собой. Связать удачу бессмертный Гу. Тогда у Инвусе не было выбора. Он мог только продать бессмертного Гу в сокровищницу Желтого Неба. Заключив сделку с Фан Юанем, Инвусе получил необходимые материалы для усовершенствования Гу, а когда открылась сокровищница Желтого Неба, он забрал бессмертного Гу. Несмотря на то, что у Фан Юаня было новое тело, эффект связать удачу также был направлен на его душу. Таким образом, его связь удачи с Хайлулани и остальными все еще действовала. Инвусе получил от секты теней много информации о том, как противостоять небесной воле, но в ней был один момент. Судьбе трудно противостоять, но удачу можно использовать. Используя удачу, можно эффективно противостоять небесной воле. У кого удача была лучше, несомненно, это был Фан Юань, который владел удачей собачьего дерьма бессмертным Гу. У Фан Юаня была удача собачьего дерьма, Инвусе знал это совершенно точно. Шестой волос, который был в секте Ланг Я, не был забыт. Таким образом, Инвусе использовал связать удачу и связал свою собственную удачу с Хэйлу Лань, хотя Хэйлу Лань не хотела этого, она не могла сопротивляться. Таким образом, Инвусе и Фан Юань действительно связали свою удачу. Если он осознает эти связи и использует метод пути удачи, даже если мы находимся в двух разных регионах, он все равно сможет почувствовать меня, это возможно. Это путь удачи? В этот момент тело Инвусе задрожало. Он увидел это, используя проверку удачи бессмертного Гу, он увидел, что в этот момент удача над ним и головой Хэйлу Лань слегка дрожала. Как и ожидалось, метод пути удачи впечатляет, Фан Юань. Подумать только, ты даже воспользовался тем, что у нас есть связать удачу, и нашел путь к нам. Жаль, но я уже понял твой метод. Глаза Инвусе ярко сверкнули. Хотя он и знал о методе Фан Юаня, Инвусе не мог разорвать связь удачи.